на компе лайки плюс и минус да, что там нас слышно, не слышно, как там движуха сейчас подождем, подцепим, человек 500 и начнем да, глаз есть народа а ну получается какая задержка здесь? секунд 5 мне кажется, я не знаю сложно сказать посмотрим, то есть я из-за этого говорю я со звуком сначала мучился, то есть разбирался тырк-тырк ну сейчас вроде как-то приспособились сейчас мне там микрофон придет может быть по звуку получше будет единственное, программа работала мне это, например, звук, который здесь не нужен в принципе да, нормальный звук вообще, я просто пользовался бесплатными программами у меня не получалось, мне пришлось микрофон полупрофессиональный, профессиональный не знаю посмотрим, заказать ну это фильтр-то, это самый поп-фильтр, или как он там называется это мелочи а качество микрофона там все вот эти вещи посмотрим настройки, да там сейчас этот, как называется помимо микрофона просто тут еще здесь готовые сразу наборы для... да, да, я в любом случае хороший я хороший USB-шный, короче, микрофон я понял, но я хороший USB-шный, я не стал там загоняться с этими усилициями, потому что вдруг моему Маку не подойдет, сейчас опять надо будет усилитель там, на все вот эти вот моменты я думаю, не надо так, поставьте, пожалуйста, плюсы надо кастомизированные покупать если под какие-то определенные цели ну да, да, я из-за этого, мне как бы Мак, тут даже это видеокарты нет, как бы то есть из-за этого он у меня именно зато энергии мало жрет, и экран идеальный вот, то есть как бы все меня устраивает но вот, например, редактировать видео или еще что-то, конечно, с этим уже сложно так, плюсы есть 16 человек ждем до 5 минут тогда и запустим сегодня у нас я как раз таки брал компьютер себе именно с расчетом как бы, ну я люблю графики и там публикации как раз таки брал с холодной себе так, по теме у нас по теме, по теме у нас сегодня тема, короче мы расскажем про свой курс обучения вот пытаемся монетизировать свои знания, возможности и все остальное я не знаю, там попытался я более-менее не люблю я заранее готовиться к чему-то мне больше нравится в живом общении но вот в этот раз чуть-чуть подготовился просто рассказал будут какие вопросы после лайва задавайте вторая тема по поводу обучения а вторая тема это Денис расскажет надеюсь именно это будет такой мастер-класс по поводу The One полный разбор полетов именно как его использовать потому что если я сейчас использую набор определенных программ я бы хотел перестроить другие программы то есть сейчас у меня задача какая за последние четыре лайва если получится постараемся договоримся предварительно уже есть с людьми как бы сегодня on the one в четверг это Keyword Inspector мне уже пообещали мы с Денисом будем как бы помогать у нас тут есть один человек который просто живет на Keyword Inspector вот следующая программа я надеюсь Денис подготовится по поводу почты рассыльника как он зонмастер называется да Денис? да зонмастер расскажи расскажи про достижения по зонмастеру какие шикарные у тебя ну хороший этот в первую очередь ну это скажем так это такой уже полупрофессиональный рассыльщик тут уже как бы ну какие-то базовые знания нужно обладать поэтому ну постараемся как бы осветить все эти моменты но самый большой его плюс что там очень тонкая настройка именно шаблонов то есть в принципе вы можете сами шаблоны настраивать перенастраивать вставлять туда короткие ссылочки да HTML полностью там можно перешить и вообще делать с красивой с картинками там ссылочками на товары то есть ну переиграть его можно очень сильно и плюс важный момент можно очень тонко настраивать что и когда отсылать то есть вы делаете там например 10 шаблонов там 15 шаблонов для каждого конкретного случая вы можете предусмотреть варианты то есть там появился негативный фидбэк не появился есть фидбэк нету отзывы например то есть какие-то вот эти вот моменты для разных ситуаций смоделировать и каждую эту ситуацию можно как-то обыграть именно своим письмом то есть индивидуальным чтобы у вас был был расскажи сейчас какой у тебя КПД писем отзывы достаточно неплохо уже 4 отзыва и практически каждый отзыв с фидбэком еще сопровождается 4 отзыва буквально там наверное с 80 продаж так что работал я буквально начал его скилмом-то тестировать и это при том что это были стандартные шаблоны то есть я еще не кастомизировал и очень высокий процент открытий то есть письмо которое с требованием отзыва ну с просьбой отзыва больше 60% открывания его бан еще так понимаю не так сильно банят потому что не так известен он еще не примелькался и в принципе его в спам не зачисляют то есть какие-то фидбэк джинниус вот эти вот уже более-менее раскручены скорее всего там уже гугл на них уже как на красную тряпку реагирует и поэтому сразу в бан улетает письма вот я знаю что например фидбэк джинниус фидбэк файф например там показывает в принципе фидбэк файф наверное новый может еще есть так а вот фидбэк джинниус я знаю что очень много улетает в бан там 16% что ли открывания вот потом четверг четверг следующий мы хелиум 10 как-то осилишь хелиум 10 ну не знаю как на этой неделе но подготовим обязательно нет не на этот четверг в этот четверг у нас это сам кейорд инспектор потом значит зонмастер понедельник а через четверг соответственно вот хелиум я просто за выходные такой какой-нибудь краткий опять же видосик запишу а потом более такой подробный разбор мы сделаем хотя бы хотя бы бесплатной функции в принципе у меня есть кто а там в принципе бесплатный скажем так более чем достаточно платная версия хелиума там это больше упор уже на работу с возвратами то есть это сейчас новая фишка новые сервисы которые позволяют анализировать ваше размещение то есть которые амазон вам платит то есть все ли он вам правильно заплатил он находит какие-то косяки где например амазон что-то вам не заплатил или где-то какую-то услугу вам не компенсировал соответственно ну как бы на больших аккаунтах когда уже много товаров люди там десятки тысяч долларов иногда экономят именно на вот этих вот рефандах на возвратах на каких-то потому что ну руками это очень сложно отследить сервис отслеживает и говорит что вот там-то и там-то там-то амазон накосячил вот там-то там-то не дорого заместил понятно что если это один продукт и там немного возвратов два-три-пять возвратов то как бы там много особо не выдастся не будем отвлекать даже по прощаемости сервиса да поехали начнем это самое а то у нас опять затянется так по поводу обучения сейчас я запущу ролик постарался подготовиться надеюсь все будет понятно после после наших всех вот этих движений тогда зададите вопросы все запускает это чудо им сутка 16 февраля хотел презентовать звук там пойдет не пойдет курс обучения по теме амазон приватлэйбл люди которые будут заниматься этим обучением непосредственно с ними я уже сотрудничаю очень давно хорошо знаю знаю их возможности помимо них еще будет нескольких человек которые нам будут помогать в специализированных направлениях просто они ну так как все эти люди торгуют на амазоне у кого-то больше времени свободно у кого-то меньше те люди просто не имеют возможности столько времени уделять этому курсу в данный момент и поддержки в фейсбук-группе которую мы организуем специально под этот курс формат обучения мы будем создавать две группы основных третья это индивидуальная по ней как бы отдельно первая группа это выбор поиск товара в Китае вторая группа продвижение и реанимация продуктов это два направления основных которым ко мне сейчас на данный момент в основном обращаются так как на это есть спрос мы на самом деле я считаю амазон как раз чтобы запустить бизнес надо как раз два вот этих направления раньше я их делил как бы на три то есть это выбор это доставка и соответственно продвижение но на данный момент я объединил как бы выбор товара и поиск товара доставка товара это вот все как бы в первой группе а вторая группа будет заниматься исключительно концентрацией на продвижении товара запуск его правильный и те товары работа с теми товарами которые уже на амазоне по какой-то причине опустились в так скажем выборке и на данный момент плохо продается или совсем не продается то есть будем исправлять ошибки корректировать и так далее третья группа индивидуальная здесь уже она относится к тем людям которым наверное нравится бизнес под ключ или это какие-то производители или какие-то хозяева брендов и всего остального то есть это дизайнный подход который по времени нормироваться очень сложно заранее спланировать что это такое просто я объявляю что такой в принципе вариант возможен я на данный момент с некоторыми такими людьми общаюсь но это достаточно узкий сегмент наших услуг первая группа подробность к выбору поиска товара представляем базу высокооборотистых ниш с наличной продаж то есть это я на данный момент имею уже четырехмесячную статистику которую я сам лично веду тех жирных ниш про которые я все время говорю можно будет ей воспользоваться и будет гораздо проще не рызкой по Амазону искав интересующие продукты сразу их найти так скажем это делается не для того чтобы вот мы вам дали товар и вы начали сразу продавать конечно нет это дело для того чтобы у вас было представление было о том что в принципе на Амазоне продается и вы уже от этого отталкивались своим жизненным опытом или профессиональными знаниями уже двигались дальше погружались во внутри этой ниши которая хорошо продается и находили такие товары интересные или трендовые товары которые было бы вам намного сложнее найти если бы вы видом научного тыка тыкали во все подряд бегали по департаментам или пользовались какими-то там бестселлерами фотрелизами и всем остальным формат обучения как будет происходить будут проходить еженедельный групповой голосовой вебинар желательно голосовой хочу сделать потому что ну по крайней мере так проще общаться чем вот этим заниматься переписками ответы в одностороннем порядке вопросы бывают непонятные кривые и хочется чтобы человек задав вопрос получил у него максимально меняемый ответ естественно они не в записи естественно они онлайн потому что в курсе не будет никаких видосов все видосы мы рассказываем и так я думаю сами знаете в тех же лайвах и во всем остальном они будут так же продолжаться мы продаем только свое время и личные консультации действительно которые должны помочь уже точечно каждому товару не всем подряд всем товарам то есть а именно точечно конкретному товару конкретный результат вот плюс будет помимо групповых вебинаров плюс еще будет 4 личные консультации в неделю это с каждым и с коучи которые участвуют в этом процессе как раз вот которые были в начале будет естественно портфолио сильные стороны слабые стороны то есть по каким вопросам желательно туда обращаться потому что каждый специалист я набирал специально людей чтобы они дополняли друг друга в том числе и меня следующая вторая группа продвижение и реанимации продуктов ну и здесь в принципе тоже стандарт анализ вашего товара оптимизация листов для анализ конкурентов выбор оптимальной цены входа в конечном итоге получение SEO отзывов PPC индусы здесь все то же самое проводим одну еженедельную групповую вебинар в группах я надеюсь будет не больше 25 человек но наберем и столько людей будет замечательно но не более в любом случае потому что чем больше людей тем ниже качество за каждую группу будет отвечать один соответственный из нас в любом случае то есть кому какие вопросы будут все решать состыковывать и в первую очередь больше времени тратить именно на конкретную группу чтобы он лучше знал лично людей лично проблемы этих людей возможности и все остальное все то же самое 4 консультации в неделю получается это как минимум один общий вебинар и еще 4 личных то есть я на данный момент просто сам консультациями занимаюсь в принципе ну где-то я с людьми общаюсь наверное раз в 5 в неделю в среднем но здесь будет именно 4 уже человека которые будут давать более разностороннюю мне кажется информацию не однобокую и будет проще выбрать правильный пусть мне кажется тем более в любом случае можно задавать вопросы говорить мне вот то-то сказали то-то сказали то есть уже конкретно мы будем между собой определяться куда вас направить дальше группа индивидуальная наша команда работает на вас с момента поиска товара до момента продаж не менее 50 штук в день в течение двух недель мы делаем за свой счет фото лисинг сайт Amazon регистрируем вам домен и делаем продвижение вот ну конечно в итоге это понятно то есть все это входит в наши услуги то есть потому что мы доводим бизнес так называемый под ключ не до амазона а именно до непосредственных продаж чтобы делать непосредственные продажи надо деньги в любом случае вкладывать продвижение стоимость будет индивидуальная опять же все зависит от товара или от группы товаров от брендов и всего остального то есть в любом случае будем общаться можно это будет разделять каким-то образом но это еще раз говорю индивидуальная история почему я ее в любом случае выделяю как бы отдельная история потому что чаще всего это востребовано я надеюсь у нас будет именно каким-то производителем каким-то хозяин бренда то есть именно которым нужно действительно нанять консультантов я предлагаю конкретно не консультанты конкретных а групп консультантов которые могут команды работать и помогать продвигать товары мне кажется для крупных игроков это будет интересно ну и самое главное в принципе в этом курсе то есть у вас будет одна групповая одна и четыре негрупповых то есть если будет необходимость такая будет еще дополнительная групповая встреча здесь будет уже не голосовой чат а именно вопрос-ответ как мы лайвы ведем потому что я думаю там людей будет больше плюс мы многие будем здесь выступать сразу мы планируем запускать один или несколько товаров в зависимости от выбранной стратегии продаж ну то есть мы можем выбрать может быть один товар может быть два-три товара виде теста и будем открывать аккаунт то есть показывать обсуждать рассказывать какими стратегиями мы пользуемся почему мы именно такой товар выбрали как это делается и будем запускать Amazon США сначала Amazon Европа то есть планы такие почему это думаю будет интересно ну из-за нашего формата формат будет открытый и как раз не будет вопрос возникать у человека вообще Amazon работает или нет понятно что 100% результат вот взяли запустили товар и он обязательно успешный это сложно и на себя брать такую ответственность тоже сложно тем более это первый раз но вариантов нет хотим себя проверить и надеемся что все получится нормально и человек в этой ситуации может воспользоваться нашим опытом во-первых вообще не запускать товар например не тратить все деньги потому что любой курс сейчас заточен на то что вы заплатите за курс плюс еще деньги будете вкладывать а еще непонятно вообще куда вкладывать а здесь вы уже увидите конкретно результат в конечном итоге вы можете на любой стадии так как у нас оплата ежемесячная то есть мы как оплачиваем членство в клубе так скажем вот будут еженедельные вебинары мы будем обсуждать стратегии анализ и все остальное не вкладывать деньги то же самое что я сказал получать теоретические практические знания навыки и в любом случае сможете спокойно использовать конкретный опыт в данной ситуации потому что Amazon очень быстро изменяется и все фишки которые или какие-то интересные приемы работают сейчас а через там 2-3 месяца не работают и за это мы не собираемся особо записывать видео те видео которые у нас будут они будут в открытом доступе вот потому что мы опять же еще раз говорю берем деньги только за свое время переходим к оплате оплата будет происходить ежемесячно то есть 300 долларов в месяц учащиеся в одной группе это или продвижение или соответственно у вас выбор товара будет 2 живых вебинара 1 вебинар по тематике 1 вебинар по товару который мы будем запускать 4 лично консультации в неделю то есть получается у вас как минимум 4-5-6 встреч ну я не знаю мне кажется это просто выше крыши и я сомневаюсь что кто-то этим воспользуется то есть 500 долларов это тоже в месяц за участие во всех группах то есть это уже 7 встреч и направленности консультации соответственно и по выбору товара и по его продвижению потому что достаточно многие люди к нам ко мне по крайней мере обращаются именно из такой с такой задачи это намного больше уже тратится времени естественно потому что цели и задачи совершенно разные и получается что приняло решение именно вот таким образом поступить так следующий ну индивидуальный подключен я уже сказал как я тут написал дорого и качественно в любом случае такого предложения на рынке в принципе нет мы считаем что это будет достаточно интересный вариант ежемесячная оплата она подразумевает минимальные риски то есть если вы чувствуете что это не ваше вы в любом случае можете отказаться берем мы на себя ответственность то есть в течение 7 дней если вам не понравился формат что-то мы возвращаем естественные деньги никаких проблем в этом не видим ну вот в принципе все буду постепенно добавлять отвечать на вопросы пишите под этим видео вопросы какие обращайтесь в личку если что-то интересное поясню расскажу всем удачи всем пока спасибо спасибо Продолжение следует... 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 на 100 целых 10 страниц ключей. Из них мы сразу видим, какие объемы каждому ключу соответствуют. Например, Garlic Press. 1 миллион 350 тысяч запросов. Очень популярный запрос на Амазоне. Вот еще есть ключи. Еще есть ключи. Best Garlic Press. 30 тысяч. Берем, например, какие-то ключи. Professional Garlic Press, Garlic Press & Slicer. Дарилка для чеснока и нарезка. К примеру, вы по этому ключу будете ранжироваться. Неплохо, все хорошо, но продаж нет. Человек искал еще какой-то резак, нарезку или бонус, чтобы шла, а у вас ее нет. Соответственно, конверсия у вас будет по этому ключу невысокая. И только от того, что вы по нему двигаетесь. Вот так, дальше. Вот, допустим, Garlic Press из нержавеющей стали. Ну, как бы, хорошим, допустим, подходит. Вот есть уже, допустим, запросы с брендами сразу. Этот кухон, я уже за время изучения Garlic Press, понял, что это бренд. Достаточно раскрученный бренд. То есть, например, понятно, что если вот кто-то ищет вот этот вот Garlic Press, ну, маловероятно, что ваш ему понравится. Хотя, если у вас будет намного круче, интереснее, и социальное подтверждение вашего Garlic Press будет лучше, то, возможно, и по этому запросу вас купят. То есть, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вы можете смотреть, какие вообще есть. Отличный, вот тоже сильный бренд, Окса. Соответственно, ну, тоже маловероятно, что если кто-то ищет именно конкретно вот этот Garlic Press, купит ваш. Вот вы, например, выбрали ключи и добавили их в кейворды. Вот. В принципе, можно их сразу добавить в продукты. Добавили в продукты, и теперь можно посмотреть, вот к вашему Garlic Press добавились кейворды. Опять же, должно пройти какое-то время, чтобы подтянулись данные, и покажет по этим ключам, какие позиции вы занимаете в поисковой выдаче Амазона. Вот уже подтянулись наши продукты, которые мы добивали. Вот мы уже посмотрим, вот этот продукт у него Sales. Best Seller Rank у него 489. У этого 833. У этого 6789. Вот они все продаются в категории Home and Kitchen. Здесь мы можем добавить эти же самые ключи, чтобы отслеживать по ним. Ну, с этого продукта выбираем. Вот он нам предлагает. Ну, допустим, все те же самые ключи добавим. Точно так же здесь добавим, чтобы у нас все продукты отслеживались по одинаковым ключам, чтобы мы могли сравнить, которые из них лучше ранжироваться, которые хуже. Ну вот, подтянулись уже частично данные. То есть мы видим, что по вот этим ключам мы занимаем 17-ю позицию. 17-я позиция – это, насколько мне память не изменяет, первая страница. Опять же, в зависимости от того, это в столбик, выдача. Либо, как это называется, когда по 24 продукта на одной страничке. Подтянулись остальные данные, посмотрим, как по остальным позициям. Пока данные подтягиваются, покажу еще какие моменты есть по трекингу. То есть, когда мы на этапе ресерча находимся, нам важно понимать, как хорошо продается продукт. Сейчас Amazon проводит такую политику, он убирает родительские категории. DSR по родительским категориям не показывает. Точнее, будет так сказано. Показывают только по зашежим, скажем так, категориям, подкатегориям. И это не совсем конкретные данные. И такого плана сервиса, как MiniCruid Smasher, например, они ошибаются, потому как они не знают вообще, как привязывать. Бейсар, например, показывает 20, то есть в Human Kitchen это должны быть сумасшедшие продажи. А это, например, 20 только в каких-нибудь конкретных стальных гарлик прессах, к примеру. Соответственно, из всех гарлик прессов вы продаетесь в 20-м месте. Вроде и неплохо, но может быть всего 5 продаж в день, к примеру. Поэтому самый лучший способ отслеживать это по реальным продажам. Есть такой метод, так называемый 999. Что он себя подразумевает? Делается каждый день запрос на покупку товара. На Амазоне максимальное количество товара, которое можно положить в корзину, 999 единиц. Соответственно, если у продукта в остатке меньше 999 единиц, то, в принципе, Амазон вам выдаст информацию, что доступно только, к примеру, 350 штук. И вы можете сделать вывод, что у этого продукта 350 штук. Соответственно, если вы завтра зайдете, опять же сделаете такой же запрос. Вам покажут, что у вас, например, остатки 300 штук. То есть вы понимаете, что продалось за день 50 штук. Руками это можно делать и заносить табличку в Excel, но это долго и муторно. Можно сделать это при помощи трекера АМЗО. Для этого вы должны поставить на отслеживание продаж ваши продукты. Соответственно, нажимаем вот эту линзочку и ставим продукты на отслеживание. Вот, и теперь вы будете отслеживать продажи по этому продукту. Тоже нужно будет время какое-то, чтобы данные подтянулись. Они обновляются раз в сутки. Соответственно, каждый день вы можете заходить, смотреть, сколько ваш конкурент, либо вы-то сами знаете, сколько вы продали. Вот, подтянулись данные уже по ключам. То есть мы видим, что вот по этому ключу Best Garlic Press он на третьем месте. То есть на первой странице и на третьем месте. Ну, действительно бестселлер. А, Garlic Press & Slicer он на седьмом месте. Вот тут еще не подтянулись данные. Здесь, здесь он очень далеко. Дальше, в трехсотой позиции. Вот, подтянулись данные по этой позиции. Ну, вот, тоже как бы вот на первой странице, но в самом низу первой страницы. Вроде неплохо, но, как бы, зачастую вот такая позиция не дает продаж хороших. Потому что в самом-самом низу страницы находитесь, и все-таки покупатели не всегда вас видят. Ну, и тут посмотрим тоже. Вот, Best Garlic Press на четвертый. То есть он сразу после этого четвертое место занимает. Поключу Best Garlic Press. Так, опять же, очень полезная функция при проведении ресерча – это анализ недостатков конкурентов. То есть вы можете включить отслеживание негативных отзывов, как своих, так и конкурентов. И, соответственно, здесь тянется база негативных отзывов. Вам не нужно по каждому продукту прыгать, бегать, смотреть, что же какие недостатки в этих продуктах. Она все в одну базу собьется, вот сюда. И, в принципе, сейчас подтяните данные. И вы будете видеть, какими недостатками обладают продукты конкурентов. Соответственно, вы можете взять и улучшить эти элементы в своем продукте. Таким образом, сделав продукт немножко лучше и интереснее. Пока информация подгружается, пойдем дальше. Есть такая опция – OnPage Analyzer. Скажем так, это такой сервис, который позволяет вам проанализировать ваш листинг на предмет соответствия некоторым критериям. Тут, скажем так, критерии взяты именно от I'm the one. Верные, а не неверные. Тут, как бы, каждый судит сам. Вот. Ну, скажем так, некоторые моменты я беру на вооружение для себя. Ну, вот берем продукт, который мы хотим анализировать. Например, вот этот наш продукт. Uber Chief, Stainless Steel, Garlic Pressing, Pillerset. Так. Добавляем. Ну, вот тоже информация подтянется. Потом посмотрим. Еще один очень-очень важный инструмент – Super URL. Супер Скидка. Немножко я рассказывал в своем видео, что такое Super URL. Это ссылка, скажем так, которая делает вид, что вы органически нашли продукт по определенному ключу. То есть, если вы ищете товар по какому-то ключу, например, Jumping Rope, например, да. Вот. И вы находите какой-то товар. Например, там, искали, 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 просмотрели много-много разных там конкурентов и нашли какой-то товар. Ну, вот вам понравился интересный товар. Соответственно, вот ссылочка здесь вверху. Формируется именно с этими ключами. То есть, Amazon видит, что вы нашли данный товар по ключу Jump Rope. Соответственно, если вы произведете покупку этой скакалки, то данный продукт по данному ключу немножко приподнимется в выдаче. Amazon понимает, что раз по этому ключу нашли этот продукт и его купили, значит, он интересен покупателю. Соответственно, его нужно поднять повыше. Amazon важно, чтобы вы продавали. Чем больше вы продаете, тем больше зарабатывает Amazon. Соответственно, как только он видит, что на каком-то листинге активность, что его покупают, он пытается его поднимать. И поднимает именно по тем ключам, по которым этот продукт нашли. Если мы эту ссылку скопируем и дадим кому-то ей воспользоваться, по сути, для Amazon никакого сигнала не будет. Потому что есть вот такой идентификатор, который присваивается, генерируется каждый раз случайным образом. Соответственно, ну, определенным образом скажем так, не случайным. И, соответственно, каждая новая ссылка должна содержать новый идентификатор. Вот там, The One генерирует ее постоянно. И, таким образом, каждый переход по одной ссылке на выходе будет получаться новый Super URL. Вот. Поэтому это можно использовать, скажем так, при раздачах, при продажах, друзьям, знакомым, на отзывы. Вот, как один из элементов продвижения. Это Денису больше. Он лучше вам расскажет про продвижение. Так. Вот как формируется Super URL. То есть, берем, нам нужно создать Super URL. Берем, создать. Выбираем, для какого продукта мы хотим создать Super URL. Ну, вот это вот наш продукт, допустим. Можно определить, что это наш. Здесь мы должны прописать окончание ссылки. То есть, там будет стандартная ссылка. I'm the one. И здесь нужно прописать, для того, чтобы нам вообще понимать, мы можем создать этих несколько супер ссылок. Для того, чтобы понимать, для какого ключа она создана, мы прописываем. Гарлик пресс. У нас будет. Гарлик пресс. Тут нужно понимать, что здесь правил нужно придерживаться именно адресной строки. Гарлик пресс. Вот, поэтому здесь нельзя использовать точки, нельзя использовать там звездочки, символы, какие-то слэши. То есть, здесь либо писать в одно слово слитно, пробелы тоже нельзя. Либо, там, по-моему, тире можно поставить. Да, дефис можно поставить. Соответственно, вот оно проверено. Так. Ну, здесь может комментарий какой-то по ссылке написать. Выбираем ключи. Для каких ключей мы хотим создать? Ну, вот ключ Гарлик пресс. Всё, сохранить. Вот у нас сформировалась ссылка. Вот видите, I'm the one и garlic press. То есть, если теперь по этой ссылке, мы её даём, например, там, ребьюлеру, либо там нашему другу, который захотел купить наш продукт, он по ней, если перейдёт, то сервис I'm the one сформирует индивидуальную такую ссылочку. И вот получается, что этот продукт вот с этим асином был найден вот по такому-то ключу. Всё, Amazon знает, что его нашли по такому-то ключу. Соответственно, если этот продукт купят, то всё будет хорошо. Вот, например, какой у нас замечательный продукт. Какие у нас хорошие фотографии, подарок продукту. Какие отличные фото в действии, в интерьере. Хорошо проработаны буллеты. И расширенный бренд контент сделан даже, вот какой классный. То есть, это всё позволяет нам быть впереди конкурентов. Дальше возвращаемся к нашему сервису I'm the one. Смотрим наш Keyword Tracker. Вся информация уже подгрузилась по всем ключам. Вот, можно посмотреть, где мы находимся. То есть, каждый день, тут каждые 12 часов информация обновляется. Соответственно, мы можем заходить и смотреть каждый день, как мы двигаемся по ключу. То есть, мы растём, либо падаем. По каждому ключу можно зайти и посмотреть. Здесь будет строиться график подробный по каждому ключу. Ключи можно добавлять, убирать. То есть, если нам нужно какой-то ключ убрать, убираем его. Потому, как у нас тарифный план, есть определённые ограничения. То есть, у меня здесь профессиональный тарифный план. 1500 ключей я могу отслеживать. Вот. Соответственно, можно отслеживать 200 продуктов по количеству продаж и 200 продуктов по негативным ревью. Можно отслеживать одновременно. Вот подтянулись наши негативные ревью. То есть, мы можем посмотреть. Вот, можем почитать. Смотрим, что не устроило конкретно ревьюгера. Вот. Вот все недостатки, причём очень много по этому. Гарлик прессу. Соответственно, вы читаете, вынимаете этому всему и не допускаете ошибок, которые допустили ваши конкуренты. Делаете продукт немножко лучше, чем ваш конкурент, и всё. И зарабатываете на этом. На том, что улучшили. Опять же, если вы что-то улучшили по сравнению с конкурентами, никогда не нужно указывать на недостатки конкурентов. Это основное, скажем так, основное правило продавца. А лучше укажите на свои достоинства. То есть, показывая свои сильные стороны, то, что вы улучшили к отношению. Клиент сам сделает вывод, что у конкурента это было плохо, а вы такой-то момент улучшили. Дальше. Так. Посмотрим OnPay Analyzer. Ну, вот уже подтянулись все данные. Можно посмотреть. Вот у нас просто не лесенка, а конфетка. И тайтл у нас всё меньше 200 символов. Ну, тут тайтл коротковат. 61 символ. Возможно, это ограничение, может быть, конкретно этой категории. Вот. Ну, может быть, его и этот тайтл устраивает. В принципе, я в последнее время склоняюсь к тому, чтобы не перегружать тайтлы. Как и Amazon, в принципе, периодически блокирует тайтлы и переделывает их потом на свой лад. Соответственно, своим правилам. Поэтому лучше изначально сделать коротенький оптимизированный тайтл. Пускай там будет один-два ключа. Но зато он будет читабельный. Будет резать слух покупателю. И правилам Amazon будут соответствовать. То есть там в основном должен быть продукт, указан бренд. Если у вас бренд зарегистрирован. И пару ключей. То есть, в которых аксессует именно ваш продукт. Буллеты на пятёрочку. Здесь всё отлично. Шесть буллетов из пяти рекомендуемых. Изображение девять при шести рекомендуемых. Высокого разрешения все девять фотографий. К минимуму хотя бы две нужны. Ну и опять же. Отправительных продуктов четыре шесть. Отзывов семьсот девяносто один. Символов в description пять тысяч тридцать девять. Круто. Больше тысячи. И Fulfilled by Amazon. Это как бы очень большой плюс. То есть, если мы доверяем доставку Amazon. Это очень ценится Amazon. Дальше. Смотрим, что у нас с ключами. У нас в тайтле только garlic press. В буллетах тоже только garlic press. В description у нас только garlic press. То есть, на остальные ключи у нас нигде не упоминаются. Ни в тайтле, ни в буллетах, ни в description. Возможно, этот конкретный продавец считает, что эти ключи не очень интересны ему. По ним он не планирует продавать. Поэтому, в принципе, он их и не добавлял никуда больше. Кроме как в тайтле. Ну, вообще никуда эти ключи не добавлял. Возможно, эти ключи у него есть в back-end. Вот. То есть, как бы. А в тайтле он не посчитал нужным, что они должны находиться. Дальше. Есть еще сервис раздач. Ну, сейчас, в последнее время, я не знаю, актуален или не актуален. Скажем так, все-таки, я считаю, что сейчас больше важны точечные раздачи. Они такие массированные, как раньше были через группы ревьюдеров. Опять же, многие ревьюдеры боятся. Ребята, которые пробовали сейчас из XMZ1 раздавать, мне рассказывали, что они особенно покупают сейчас. Ну, мне сложно сказать. Я уже давно не раздавал именно на отзывы. Потому как смысла в этом сейчас теперь нет на отзывы раздавать. Раздавать только для продвижения. Может быть, и есть смысл. Но, опять же, все зависит от цены и от востребованности продукта. Если вы заходите на какой-то сервис и видите, что там вашего продукта очень много раздают. Ну, понятно, что вы дорого его там не раздадите. Вам придется отдавать либо бесплатно, либо за доллар. В лучшем случае. Но, опять же, тоже понимаете, что как бы возымеют это, опять не возымеют. Да сейчас купоны только с 70% скидкой можем делать максимально. Совершенно верно. Уже Amazon даже не дает специально вот этой манипуляцией делать. Ну, вот поэтому я говорю, что, конечно, сейчас сервис-раздач как таковой, в принципе, не актуален. Поэтому, ну, он есть, как бы, но теперь уже в нем, скажем так, особенной потребности не возникает. Так, и вот еще есть такая опция. Фестерлер и арбитраж. Это вообще как бы для арбитражников, для дропшиперов вроде как изначально задумывалось. Но, в принципе, ею можно пользоваться при проведении ресерча. Очень интересно иногда показывают результаты. То есть, как такой бесплатный add-on, за небольшие деньги вы получаете продукт, который позволяет вам еще и ресерч осуществлять. Ну, помимо того, что вы можете отслеживать реальные продажи товара, отслеживать отзывы, скажем так, да, и еще можете вот именно отслеживать интересные какие-то продукты, которые соответствуют критериям определенным. Вы, например, прописываете вот эти фильтры. То есть, берем, например, BSR. Ну, тут для каждой категории свой. То есть, вы выбираете, грубо говоря, тот минимум продаж, который вас устраивает. Например, там для Home & Kitchen хороший будет около 5 тысяч BSR. Ниже 5 тысяч. Возьмем цену, например. Ну, как бы, новички, понятно, что, возможно, у кого небольшой бюджет будут ставить небольшую цену. Скажем так, я, например, для себя подыскиваю ниши, в которых продукты не дешевые, скажем так. Потому что туда вход сложнее. Украинцы не такая ожесточенная, если даже находят эту нишу. То есть, в принципе, не все решают сюда войти. Но, опять же, для неопытного продавца, возможно, будет сложно. То есть, прогадал с продуктом и сразу большой влет. То есть, к примеру, минимальную цену я выбираю, например, 20 долларов. Максимальную, там, 60 долларов. Рейтинг, например, там, от 4 звезд. Максимальный я ограничил, например, отзывов, там, до 200 отзывов, к примеру. Вес можно проставить минимальный, максимальный. Ну, тут не принципиально у меня. Опять же, я имею опыт работы с товарами оверсайз. Благодаря их не стоит, но нужно понимать, что за них вы заплатите большие комиссии, и затраты по этому товару будут высокие. То есть, тут маржинальность должна быть хорошая. Потому что фи будут, ну, на порядок выше, чем по обычному товару. Ключи. Можно какие-то, если у вас какие-то предпочтения, вы примерно в какой-то нише ищите товар, можете прописать ключи, либо убрать какие-то ключи. Ну, я не пользуюсь этой опцией. Окей. Применили фильтр. Ну, во всех категориях поищем. Запускаем поиск. И смотрим, что он нам найдет. Расскажу по графу. Вот он находит различные товары. Смотрим по этому товару. Например, цена падала. Ну, и BSR, в принципе, то увеличился, то падал. Сложно сказать. Например, хорошо, когда у вас цена практически на одном уровне, а BSR, например, снижается. Это круто. Это значит, что даже несмотря на то, что цена не меняется, или она, более того, растет, к примеру, вы все равно хорошо продаете. Например, цена стоит на одном уровне, 22 доллара, но товар хорошо продается. Вот, например, цена растет, да, и BSR, в принципе, не сильно-то, и увеличивается. То есть, в принципе, тоже, да, достаточно, возможно, неплохой продукт. Ну, опять же, в каждый заходим, смотрим. Потом здесь показывается примерный FII, который вы заплатите с этого товара. То есть, вы можете прикинуть, во что он вам станет, при вашей цене. Потом здесь показывается бестселлер ранг. То есть, у этих товаров очень крутой бестселлер ранг. Опять же, ну, сложно понять, это под категорией либо… То есть, потом каждый отдельный товар вы можете добавить в трекинг и проследить его реально продаж, чтобы у вас была более четкая картинка. Потому что, я говорю, сейчас многие ошибаются и смотрят по BSR, а BSR бывает в под категории. Вот примерная продажа. Опять же, тоже, как бы, все это хорошо, но я этим сервисам не совсем сейчас доверяю, потому что меняется политика Амазона, возможно, сервисы не успевают за ними перестраиваться. То есть, тут важно все-таки отследить реальные продажи, а не те, которые рассчитываются исходя из BSR или изменения BSR. Ну, это примерный доход, вес указан. Это рейтинг в звездах. Количество отзывов. Количество продавцов. Примерно, ну, в какой категории этот товар. Тут еще есть такой интересный момент. Мы, например, можем вот посмотреть, зайти, вот есть товары, в которых сразу еще сравнение. То есть, мы можем посмотреть этот же товар в сети других американских магазинов. Вот Jet, Walmart, eBay, Rakuten. То есть, это на бананде продается. Соответственно, вот можно прикинуть еще и заработок. То есть, это для дропшиперов. Они могут прикинуть, где этот товар можно перепродать. То есть, вот на Амазоне он 20 долларов стоит. А, например, вот здесь за 4, 10 долларов. То есть, можно вот, в принципе, здесь купив, за 10 продать на Амазоне. Но, опять же, это кто увлекается дропшипингом. Я все эти тонкости не знаю. Я не занимался. Хорошее, интересное, скажем так, направление, в деятельности на Амазоне. Но это отдельный, скажем так, момент, который надо изучать, надо потратить на это время. То есть, это совершенно другой принцип продаж. Не private label. Я занимаюсь private label. Ну и так далее. Вот можно пройтись по любому продукту, посмотреть вообще, какая ситуация, где он продается, как продается. Плюс, вот так можно его добавить в трекинг. Ну, например, хаб. Вот этот мы берем. Анкер. Да? Как бы электроника. Добавляем его в трекинг. Будем отслеживать. Потом можно отслеживать его продажи. Этого продукта. То есть, естественно, каждый день можно посмотреть вообще, как он продается. Можно попробовать поискать его по ключу. А, это не тот, наверное, продукт добавил, а? Так. Можно попробовать поискать его на Alibaba. Можно поискать его в Google. Также на других американских магазинах. Ну, это посмотреть на Амазоне. Например, как этот продукт выделить на Амазоне. Ну, такой вот хаб. На 10 USB портов, наверное. Да? Да. Соответственно, вот можно посмотреть вот такой вот интересный продукт. Да, как бы. Вот мы его поставили на отслеживание. Я сегодня такой хаб себе с Aliexpress'а купил. Несколько раз добавили. Сейчас, подожди, я поудаляю лишний. Несколько раз мы его добавили. Самый прикол. Знаешь в чем? Я такой наподобие хаб купил, только единственное. В нем USB 3.0. Три штуки. И выход, соответственно, LAN. Ну, и интернет. Потому что у меня ноутбука нет. Так я, короче, начал подключаться, и еще пришел диск. А у меня дисковода нет в майке. То есть я сейчас думаю, как дрова устанавливаются. То есть драйвера с интернетом. Ну да. Plug and play, да. Не могут они. Но вот надо будет искать. Да. Так я хотел воткнуть, и просто в дальнюю комнату перейти. Конечно, можно было бы сделать сразу флешфрами, чтобы он сразу подтянул бы драйвера. Ну да. Вообще бред какой-то. Ну, бывают такие вот ситуации. Вот глупые. Просто на ровный месяц. То есть классная вещь. Стоила там... Самой крутой там фирмы я выбрал там под 20 долларов она. То есть именно интернет, чтобы можно было проводной подключить. Бывает такая ситуация, что надо там что-то сделать, и вот не получается. И вот, соответственно, купил, и надо где-нибудь дисковод еще покупать, что ли. Или дрова, соответственно. Ну вот, например, проанализируем вот этот хаб, да. Вот берем 10-порт хаб, например. К примеру. Возьмем, сделаем ключи поищем по нему. Так. Keyword research. Выберем вот этот вот продукт наш. Генерируем по нему ключи, к примеру. Ну, скорее всего, что основной будет 10-порт хаб. Ну, наверное, USB возможно еще. Потому что это все-таки USB хаб. Вот. Поэтому более точно. Попробуем сгенерировать ключи, например. Сейчас посмотрим, что тут нам выдаст. Попробуем его потрекать оттуда. Вот. Подвесили систему. Большое количество запросов на мега популярный товар. Ага. Ага. Чего тут? Так. Наверное, вот это его сбивает с толком. Реферальные ссылки потом после видео скинем. Денисовскую и мою. Как вы захотите по такой зарегистрируйтесь и получите. Да. Скажем так, пока тут он ищет, я расскажу основной момент очень удобный. То есть для нашей группы сделали такую акционную ссылочку, регистрируясь по которой вы можете получить повышенный тариф по цене предыдущего. Например, вы зарегистрируете там самый минимальный тариф Basic. Там, по-моему, 45 ключей можно отслеживать. Соответственно, если вы по нему зарегистрируете по реферальной ссылке, то если вы получаете тариф повышенный, то вы получаете стандартный тариф по цене Basic. Получается то 10 ключей сразу отслеживать. Для новичка это более чем достаточно. То есть в принципе можно и анализ проводить, и ресерч, и продукты свои отслеживать. То есть 10 ключей неплох. Оптимально. Да, да. Потому что, ну, конечно, многие пытаются сразу 500 тысяч ключей сбить, но толку. А реально выранжироваться и будет там по 10. по 15 ключам. И если вы сможете по 10-15 ключам нормальным, средним таким, выйти на первую позицию, то в принципе вам позавидуют все продавцы на Амазоне. Да, да. Потому что хорошо, если там один-два ключа вы сможете на первых парах там как-то продвинуть. Какие-то низкочтодники, возможно, да, вы выскочите сразу на них. Но если там 5 запросов в месяц, ну, какова вероятность, что именно ваш продукт найдут никакой. Поэтому достаточно там 20-30 ключей по продукту, из них там выбрать десяток, по которым вы хорошо ранжируетесь и за ними просто следить. То есть какая ситуация? Так, ну, что-то не хочет он. Напишем USB-хаб. Наверное, будет поточнее запрос. Так. Может просто у меня подвисла система, скорее всего. Так. Семидневный период закончил с коленой, короче. Не, у меня тут я недавно зарегистрировал аккаунт. Поэтому тут все нормально. Так. Выбираем продукт. Апгрейдед вершин. Кстати, вот зачастую заметил, что некоторые продавцы делают вот такой апгрейдед вершин, да, в скобочках. Навинка. Навинка. Это как фишка, да. То есть была какая-то старая продаваемая версия, а потом, типа, ну, как правило, с чем это связано? То есть продукт хорошо продавался, но потом пошли негативы, фидбэки плохие, возвраты. И, короче, он видит, что, в принципе, этот продукт классно продавался. По фоткам, по всем, по отзывам. Нормально его покупали, но из-за того, что появилось много негатива, отзывы, он просто закрывает этот листинг, создает новый, такой же самый, все точно. Один к тому. Апгрейдит вершинцы, потом все лаги-баги удалены. И опять начинает продавать этот продукт. Ну, это для технических, в основном. Да, да, да. Где есть какие-то, ну, сложно, например, оценить сразу. То есть можно оценить только в процессе использования. Вот. USB-хаб, он лучше проглотил. Ну и вот, начинаем. USB-хаб, Powered USB-хаб, AC USB-хаб, то есть USB-3-хаб, USB-4-порт, ну и так далее. То есть вот берем там ключи, например, какие-то, да. 3 нам, наверное, не подходит. 4 тоже не подходит, 3-0. Белкин – это бренд. USB-хаб Mac, USB-хаб Charger, там зарядка. Ну, короче, выбираем. Я так пока на скидку просто накидал ключи, например, добавляем их и добавляем продукт. Соответственно, мы заходим в продукт и смотрим. Вот эти все ключи сейчас прогрузятся. Дальше. Ты сейчас показываешь вариант заменить Merchant World именно, правильно? Да, да, да. То есть как бы нет смысла никакого мерчантия, потому что вы вот на этапе ресерча, Keyword Research, вы теперь, в принципе, сгенерировав любой там… И получили те же данные, уже все проверено. Да, да. Абсолютно то же самое. Ну, а вы их сразу можете добавить в продукты. То есть не надо вам никуда не копировать, ни в Excel никуда. Ну, опять же, здесь есть… В этом сервисе есть все возможные варианты выгрузки. То есть вы вот выгрузили в Excel, и, в принципе, можете их там сортировать, переделывать, копировать, сохранять себе какую-то базу ввести, учет в Excel, потом дальше оттуда их выдергивать. То есть более того, еще покажу один момент. Ну, то есть, в принципе, замена Merchant World однозначно. Да. USB-хаб, например, да, вот мы сделали. Еще бы он генерировал бы нам. Есть такой момент, например, вы взяли, сгенерировали ключи, так. Вот, например, USB-хаб, AC-USB-хаб, например, USB-хаб 3.0. И вы их можете вернуть вот сюда. И теперь на базе этих трех сгенерировать еще. Прикольно. То есть более точную генерацию, например. Ну, уже более таргетированную, скажем, чтобы он уже использовал вот эти вот моменты. То есть понятно, что больше, то есть, вариаций будет. Потом все вот это вот, что вы сгенерировали, в принципе, вы можете всем списком прямо забрать, например, VCL, да, там, попробовать проанализировать, посмотреть на наличие брендов, на наличие каких-то непонятных символов. Но для этого всего, для вот этой всей оптимизации, есть замечательный сервис Helium. Который мы будем? Который, в принципе, позволяет вот эту всю рутинную работу, скажем так, немножко ускорить автоматизировать. Потому что реально, если вот вы сгенерировали массив, например, из 25 тысяч фраз, там, или из 1000 фраз, или из 500 фраз, да. И как вам потом это все впихнуть в те поля, которые позволяют только Amazon, там, по 1000. Сейчас вообще разговоры о двух тысячах символах. Да, а по итогу, вообще, как бы, вот, ну, мы тестировали, как бы, на зарубежных сервисах, посмотрели информацию, что, в принципе, только 2000 нормально индексируется. То есть, опять же, вот у вас куча слов, а вам можно только 2000 символов индексировать. И что из этого будет? И вам все, кажется, они классные и хорошие. Вот, нужно как-то это оптимизировать. Для этого, как-то, есть Helium. Вот, то есть, вы набрали вот здесь вот ключи различных вариантов, опять же, выбрали, какие вам интересны ключи. Тут такой момент. Если вы выбрали одинаковые ключи, вот, я, например, добавлю кейворды, выбираю продукт, которому добавить, и, например, так, кейворды, и, например, вот, нажал добавить к продукту. Соответственно, он не все добавит, а только те, которые новые. То есть, если у вас уже есть какие-то из этих ключей к продукту добавлены, то есть, он не наплатит там кучу одинаковых. То есть, вам добавят только новые. И всегда, когда вы будете добавлять ключи, у вас будут только новые. Вот он показывает. У меня осталось, например, для трекинга 1485 ключей. Согласно моему тарифному плану. Так. Вот, заходим, и можно посмотреть. Вот этот анкер, он на десятой позиции по ключу USB Hub. Очень крутой ключ. USB Hub Powered. Это с питанием, я так понимаю, да? Так. Одиннадцатая позиция, и USB Hub для MacBook. Он на четырнадцатой позиции. То есть, ну, в принципе, вот по этим ключам он на первом месте. Эти еще пока не прогрузились. То есть, ну, видно, что продукт хорошо продается. Ну, и анкером такой достаточно раскрученный бренд. Вот еще тут есть чипсет такой-то такой. Это обновленная прошивка. То есть, все основные и основные фишки вот уже вписаны. То есть, вот один и два вольта видно, скорее всего. Там зарядка. 12 вольт 5 ампер зарядка к нему. Скорее всего, идет какое-то блок питание, точнее. Ну, все основные фишки тут, видите, в тайте прописаны. То есть, для людей, которые выбирают по техническим параметрам, возможно, это важная информация. Поэтому, понятно, им 3.0 USB. Важно. Там суперспит, очень крутой, да. Десятипортовый, понятно. Блок питания включает в себя и зарядку. Вот. Все написано. И обновленная прошивка. Возможно, со старой прошивкой были какие-то глюки. То есть, вот все-все-все плюсы описали в тайте. То есть, в принципе, для кого-то уже тайтла было достаточно, чтобы совершили покупку. Бренд раскрученный. Можно только понимать, что из себя представляет этот продукт. Так. В принципе, в принципе. Так. Сейлстрекер. Посмотрим, вообще покажет нам, по какому есть продукту. Ну, вот, смотрите. Видите, он, например, вот мы берем продукт. Так. Вот он сосканировал, что этого продукта на остатки 308 штук. То есть, если завтра что-нибудь продастся, он нам покажет, какой остаток и сколько продано. Вот это самый точный именно будет показатель продаж. То есть, где его надо записывать? На листочке бумаги, что ли? Что? На листочке бумаги или будет где-то фиксироваться здесь, что вчера было? Здесь будут строиться столбики. Понятно. Строится новый столбик. Будет получать серенький столбик. Будут остатки. И синенький маленький добавится. Сколько продано? Например, будет... Ну, этот график будет строиться. Там вы будете выиграть вот две недели, четыре недели. То есть, можно будет за четыре недели построить этот график. А сейчас задним числом можно это сделать? Нет. То есть, ты запустил после запуска? Он отслеживает сегодня, да. Но я могу с двойкой как бы еще и ожидать. Да не надо, не надо. Оно сказал. То есть, это... Ну, вот отслеживать, ну, кому интересно, я могу завтра или завтра с этого аккаунта выложить скрины просто. И вы посмотрите. Да. Интересно будет. Ну, мы посмотрим, да. Сколько интересного этого продукта завтра продастся. То есть, вот как раз-таки в группе выложили, в комментарии. Да, вот это круто как раз. Да. И вы посмотрите... С crezno, вот этот продукт меньше тысячи, соответственно �요 за ним можно хорошо отслеживать. В принципе, этот график продается. Ну, мы посмотрели по Netflix potentially. Соответственно, за ним можно хорошо отслеживать. В принципе, он неплохо продается, мы посмотрели по БСА. То есть, опять же, вот как бы тот момент, что, например, невозможно отследить, если товар больше тысячи. И, опять же, невозможно отследить, если товар на лимите. Например, ставить лимит 10 штук в день в продаже. Здесь бы показало бы, например, 10 штук. И завтра бы показало бы 10 штук в остатке. И послезавтра показало бы 10 штук в остатке. И не показало бы никаких продаж. То есть мы понимаем, что просто продавец поставил лимит. И все, и у нас остаток каждый день одинаковый был. Но тут явно что лимита нету, то есть это реальный остаток этого продавца, 380 штук. Этот товар продается хорошо, то есть нам этот товар будет показательнее. И в принципе, да, может быть товары, которых больше 1000 штук, 2000, 3000 штук, но как правило все равно среди них найдется товар, который заканчивается. То есть вы найдете товар с таким же BSR, но который будет отслеживаться в продаже. И никаких проблем нет, вы именно его добавили и посмотрели, как он продается. Соответственно, потом сравнив BSR, вы можете сделать вывод, что если у них BSR примерно одинаковый, то эти оба товара продаются примерно одинаково. Но это уже будет именно точная информация. Бывает иногда ситуация, вот этот 308 показывает, да, например, он там продается по 100 штук в день. И велика вероятность, к примеру, что завтра его могут завести новую партию. Тогда просто остаток будет, например, завтра не 308, а, например, вообще не будет показываться, либо там 508. То есть вы понимаете, что нам просто он еще 200 штук завез, еще, может быть, или 300, да, а я частично их продал. Да, тоже в такой ситуации нет, следите. Но это крайне редкие ситуации, это бывает один день, там, такое выскакивает, когда новый товар доводится. Опять же, выбрали другой любой товар, то есть аналогичных же товаров много, с похожим BSR-ом, добавили его и про трекеры посмотрели. Зато у вас будет гарантирована точная информация о продажах. Они основаны, наверное, на каких-то непонятных BSR-ах. Опять же, если это лайтинг, вы увидите, например, я вот когда в ноябре все увидел, например, идут-идут продажи, там, 5-10 единиц продуктов, а потом раз там 100. Ну, понятно, что это какие-то раздачи, понятно, что это какой-то лайтинг, какая-то акция была, скорее всего, включена. Можно посмотреть, какая была цена. Ну, тут отслеживает потом, по какой цене, то есть вот средняя цена показывает, то есть он именно, если цены изменяются, соответственно, он отслеживает, что там 5 штук продано по такой цене, 10 штук по такой цене, здесь он будет показывать среднюю цену, вот здесь. Соответственно, вы можете даже прикинуть, например, какая средняя цена продажи этого продукта. То есть то, что он сегодня стоит, например, 40 долларов, это не значит, что он все время продавался по 40 долларов. Вот здесь будет показана уже цена, основанная на анализе продаж. То есть эту недельку, например, вы последили, две недельки последили, и у вас будет уже очень хорошая картина по этому продукту. Практически безошибочно вы определите. Так, ну вот продукт этот вот можно посмотреть. Мы их смотрели, по-моему, да. Да, ну этот продукт. Вот, нет, это даже мы не смотрели. Ну вот такой вот продукт. Вот он интересный, в красивой коробочке. То есть видно, что тут правит лейбл. Видно, что люди поработали, нанесли логотип. Альфа-гриллерс. То есть это видно какой-то бренд уже. Вот, например, посмотрим, что этот Альфа-гриллерс продает еще. Видно, уже не первый продукт. Ну вот он продает всякие интересные штуки. Вот стаканчики для эспрессо, прикольные. Вот набор для гриля. Вот щетка для гриля. Для мяса термометры. То есть видно, что он такой изначально заморочился на гриле. Вот чесночница, то есть тоже, возможно, как XR-грилл. Ну и достаточно видно неплохо он все продает. И вот такой построил бренд. Видно явно, что это не раскрученный бренд. Обычный private label. Продуктов не очень много у него. Но человек придерживается какой-то линейки. И в рамках этой линейки, скажем так, двигается. Единственное, пока только не кажется эспрессо. Стаканчики для гриля. Но стильные, красивые кружечки. Очень простая упаковка, конечно. Над упаковкой можно было бы поработать. Фотографии хотя бы. Я бы сделал, да. Например, сам по себе стаканчик стильный. Добавь сюда премиум упаковку. Какую-нибудь красивую ящику деревянную. Интересную. Ну что только с весом не протачить. И уже будет стильный, интересный продукт. Можно неплохо его продавать. Какой у него бейсан. Какой у него товар, несловно, вороз, здорово. Отличный. Home and Kitchen 6 тысяч. Нормально продается. И в картонной упаковке отлично продается. Вот, казалось бы, да, банальный, там, этот, обычный стаканчик. Вот, кстати, классный продукт, который я себе для времени искал, хотел. Это кофеварка для автомобиля. Извращенство какое-то. Причем тут сам накачиваешь, по-моему, давление. Кошмар. Там такой насосик, да. Вот она в таком чехле. Но она стоит дурных денег. 59 долларов. Можно нормальную кофеварку купить. Капельную. За эти деньги. Ну вот. Как бы, вот таким образом можно отслеживать продукты, да. Вот посмотрим, что у нас этот анкер. Анкер. Тысяча штук. Видите? А, кстати, вот продукты, которые невозможно отследить. Вот они помечаются вот таким вот значком. Это же ограничение? Да. Нет, не ограничение. Просто это, вот видите, внимание. Этого продукта больше тысячи на складе. То есть, соответственно, он пытается купить 999 штук. А Мзон говорит, не вопрос. Бери 999 штук. Выставляешь счет там. 110 тысяч долларов. Покупай, пожалуйста. Вот. Поэтому он просто физически не может данные получить. Возможно, со временем, если он немножко продаст этого продукта, возможно, появятся данные. Ну, если такие товарные остатки, сами понимаете, как они продаются. То есть, как минимум, если такой остаток у товара, и он уже раскручен, и, в принципе, у него неплохие показатели, то вы можете сделать вывод, что по BSR-у там все четко. То есть, там он действительно хорошо продается. Если это новичок, конечно, недавно завез, то, возможно, да, он лоханулся и завез тысячи единиц, больше тысячи единиц, скажем так. И у него просто он колом стал. Но если товар хорошо продается, и уже, ну, не первый день, и у него такие стоки, то есть, это 100%, что он продает больше тысяч в месяц. И на Амазоне ограничение. 5 тысяч штук для маленьких упаковок, для больших 500. Да, да. Ну, можно увеличивать, в принципе, это как бы. Но, опять же, для того, чтобы увеличивать, там надо объемную продажу делать. Ну, понятно. Проще на дешевых складах держать. Запросить, да, совершенно верно. Ну, вот, например, мы не хотим по этому продукту отслеживать, мы его можем удалить отсюда. Например, из трекинга, да, то есть, например, там, если надо, удалили. Ну, тут, благо, у меня хватает, как бы, лимитов по продуктам, поэтому я удалять не буду, пускай повисит. Вот. И добавить на его место другой продукт, аналогичный какой-нибудь, там. Скажите, вот, покажу, как работает метод 999. Единственное, я знаю, у меня тут не залогинят, нет, скорее всего. Вот так, например, берем... Там регистрация простейшая. Скорее всего. А, ну вот, карт. Например, да, берем, вот, добавили мы этот продукт в карт, добавим, и 10 плюс, например, 999. 999 штук, например, пытаемся купить. Так, и вот он нам выдает, что... Так, 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 что у нас... Вот, 49 тысяч мы должны заплатить, 940 долларов и 1 цент. Ну, понятно, что этого продукта больше тысячи, поэтому мы не можем отследить его продажи. Не можем. А, вон, внизу, в рекламе возьми, внизу, в рекламе любой возьми. Сейчас возьмем какой-нибудь продукт. Кофемолку вот эту возьми, я сомневаюсь, что их там тысяча что-то. А, да, или к BSL-RAM где невысокий. Допустим, я поднял, так что... Да вот, высокий где, 2700, вон там. То есть, бери максимальный, чтобы у меня... А у меня не показывал. А, да, да, здесь же этот, звезды. У меня плагин не стоит, сейчас я покажу. Сейчас возьмем какой-нибудь там USB-хаб. Сейчас мы посмотрим, это USB-хаб в электронике, да? Я тоже их не ставлю, потому что они тормозят жестко. USB-хаб, да, да. Спонсор, бери, да, если он спонсор. Спонсор, кстати, лучше всего брать, потому что, как правило, новые продукты. Ну, да. А, ну вот, например, так, вот это, да, Ultra Slim, да? Вот попробуем его купить. Так, в корзину заходим. Выбираем 299 штук, добавляем. Что, тоже больше тысячи, да? Короче, в электронику не ходи. Там делать нечего, я могу. Иди в Бэйкин Мэтт какой-нибудь. Коммин Киттинг. Гарлик Пресс бери. Не, ну это новый продукт. Видишь, тут, скорее всего, что новые спонсорские, они, как правило, активно пытаются продавать. Поэтому... Ну, он что, демпингует, по-моему, 999, это дешево. Так, ну, возьмем какой-нибудь, например... Здоровый хаб. Какой-нибудь продукт, какой-нибудь, ну, вот этот, например, может, там, да, много отзывов, рекли, там, да, много. По 6 долларов. Например, вот этот, тут их много всяких разных вариаций. Разных цветов. Вот не понимаю, зачем столько хабов, столько цветов. Это столько денег вложено в эти все вариации, и они просто заморожены. Да, согласен. Они, даже если все хорошо они продаются. Максимум 2, там, 3 вариации. Ну, вот, вот смотри, вот, видишь, вот этот продукт имеет только 903 штуки. Ну, тоже неплохо. Отличный товар, вот он, в принципе, будет хорошо отслеживаться. Вот его 903 штуки на данный момент. То есть мы берем вот этот асин. Так, мы удалим. Эх, е-мое, было бы 999 хаб, наверное, бы 903 не катится. Вот, берем вот этот игл. Так, берем его асин. И добавим в наш трекер. Так, добавляем продукт. Вот, последим за этим продуктом. Кейворды добавим. Кейворды, вот, ну, можно руками прописывать, но нам интересны кейворды, которые мы уже подобрали для вот этого анкера, для этого хаба. Соответственно, вот они подгрузятся, мы посмотрим. Вот у него, по сравнению, например, с анкером, да, BSA 1701. Ну, для электроники это, наверное, все равно хороший BSA. У меня сегодня остатки такие 903 штуки. Я думаю, что он неплохо тоже продается. Ну, соответственно, мы потом можем добавить его, отслеживать продажи. Ну, видишь, у него единственная проблема USB 2.0, то есть он устаревший. Ну, да, старая версия, скорее всего, что будет из этого хуже подаваться. Ну, и он, поэтому и ценник, наверное, дешевый. Наверное. Так, соответственно, вот мы добавили. Узыв, посмотрим по нему, и добавили. 2.0 очень медленно работает. Трекинг продаж, соответственно, вот, потом информация подгрузится. Ну, будет этих же 903 штуки. Ну, я потом немножко время пройдет, пока что... Так, e-mail, репорты, ну, это можно настраивать, в принципе, различную рассылку себе. Если изменяются, ну, какие-то изменения по аранжированию происходят, например... Как в Яндексе. ...то будет вам приходить такой, как бы, алерт на почту. Ну, как бы каждый день заходите, смотрите. Ну, штука такая. Возможно, нужно, когда большое количество продуктов, когда вы уже много и каждый раз насмотрели, то есть вы уже на аутсорс отдали всю эту систему и хотите просто периодически получать, но, возможно, да, можно этим воспользоваться. Тоже важный момент. Здесь есть очень классный хелп. По любой позиции можно посмотреть. То есть, например, открыли. Причем, хелп на русском. Все четко, как бы. Пожалуйста. Вот. На русском, на китайском, на английском. Кому как удобнее. Открывайте. Пожалуйста. Все. Отслеживание продаж на Амазон. Каким образом? Кратко, какого у вас есть видео. Видео, единственное, по-моему, на английском, но не суть важна. По-моему, вот, кстати. Вот, как это будет выглядеть. Вот такие вот столбики. Вот. Будет показано, сколько там единиц продано. Так. Вот. Вот. Серенький – это остаток. А, блин, убежало. Тут типа видео. Серенький остаток, а синий – сколько продано. Вот он показывает, что вот столько-то продано. Ну, тут видео. Можно посмотреть, кто хочет. Тут очень-очень подробный этот Amazon One Guide. То есть, на русском языке, по всем моментам. Промо компании, как создавать, как исследовать ключи. Как создавать Super URL. Кстати, один важный момент. Как создавать одноразовые коды. Тут есть очень-очень подробная инструкция. Именно. Как все правильно сделать. Опять же, есть момент. Как сделать так, чтобы вас не выкупили весь склад. Тоже. Здесь все описано. Даже если ограничений нет? Даже если ограничений нет. Да. Так, тут как бы все-все-все можно посмотреть. Сейчас покажу. Мне как раз только что я перед этим видосом как раз мы пытались сделать. И не нашли вот этот квантик. Это важно. Акционные условия для покупателя применили к количеству товара. Здесь можно ввести цифру 1, если вы хотите, чтобы этот код был принят только к одному ртвику. Таким образом покупатель не смог. И все ваши квадратные запасы по цене. Вот. Buyer Benefits. Ну, выгоды покупателя к одному, ну, к количеству одной штуки. Вот. Если покупатель покупает одну штуку. То есть ваша эта выгода, которую вы заложили, она будет доступна только к одной штуке. И где это интересно? Что-то я не пойму. Это Buyer Benefits. Вот это вот. Вот это в промо, когда мы создаем. В промо создаем Advertising? Вот. Applies Tour. Там выбираем. И дальше. Ну, в любом случае, посмотрим, потыкаем. Потому что раньше-раньше проблема была, что вот это вот quantity, вот это вот количество. И у многих этого не было. Значит, Amazon что-то там подкорректировал. Так. Ну, вот, в принципе, рассказал я. Немножко здесь. Так. Вот. Про хелп рассказал. Какой замечательный он. Что можно там посмотреть. Так. Что у нас по этому, интересно? Подтянулись у нас данные. Да. Ну, вот подтянулись. 47-я позиция. Это вторая страница. Больше 300 он не показывает. То есть он как подтянемся. Больше 300, да. То есть по этим ключам он где-то очень-очень далеко. За 300 позиции. Ну, возможно, он на них ставку никакую не делал. Вот этот ключ совсем слабенький. Ему может быть неинтересно. То есть тоже AC USB Hub. Там совсем маленькое количество запросов. Ну, возможно, он на него ставку и не делал. Ну, по этим непонятно, еще не подтянулись там. Так. Сейл-стрекинг, интересно. Подтянулись по нему данные. Хотел просто показать. Да. Вот смотрите. Видите? Вот мы определили, что 903 штуки в остатке. Вот и нам I'm the one показал, что у этого продавца 903 штуки в остатке. То есть только мы это делали вручную, заходили в корзину, набирали продукты. И нам это каждый день нужно было бы делать. А здесь I'm the one, за вас это все сделает. Каждый день будет четко отслеживать. У вас будет вырисовываться график. Там, пожалуйста, вот. Вплоть до месяца будут храниться данные. Ну, 4 недели. Дальше, как бы, понятно, что они будут затираться, на место их новое приходить. Ну, я думаю, что 4-недельного графика продаж более чем достаточно. Я думаю, вы устанете ждать 4 недели, оценивая, продается этот продукт или не продается. К тому времени уже конкуренты завезут товар. И вы увидите, что вы уже все пропустили самое вкусное. Здесь все же такая вещь. Хочу, скажем так, отметить, что все это хорошо, как бы, там, долго, тщательно изучать. Но нужно понимать, что, как бы, конкуренты пропровоженные, намного более опытные. И, соответственно, если вы долго разумеете каким-то продуктом, он может потерять свою актуальность. Важно понимать, нужно делать все внимательно, тщательно. И быстро. Но быстро, да. То есть есть такие продукты, которые можно запустить месяц, два, три. Они будут продаваться, потом налетит куча конкурентов медленных, таких нерасторопных. И уже ниша не станет никакая жирная, интересная. Вы, возможно, уже успеете закрепиться, да, будете продавать. Но, по крайней мере, у вас уже будут отзывы, у вас уже будут какие-то рейтинги, продажи. А если вы по течении трех-четырех месяцев пытаетесь зайти, когда там уже куча конкурентов, вот, которых все классно, красиво, они подготовили за три месяца. И, конечно, там будет очень тяжело продавать. Поэтому тоже это нужно понимать, что раскачиваться, конечно, хорошо, но это все очень, делать надо быстро и аккуратно. Как в фильме «Бриллиантовая рука» бить буду сильно, но аккуратно. Так как и тут нужно быстро делать все, но внимательно, скажем так, тщательно. Для этого надо знать определенный. Все, как бы по основным моментам я рассказал, показал, как бы тут более чем достаточной информации. Теперь вопросы, Денис, почитай. Да, сейчас я сначала все закрою, потому что, е-мое, как эту штуку закрыть. Ладно. Не пойму, как мне эту закрыть. Так, а я открыл вот эту уже вкладку с вопросами. Да, ты в Facebook заходи. Да, здесь. Да, так, а как тут их дальше раскрыть, я не вижу. А, снизу, нет, ты вот снизу смотри. Вот, скажите, что будешь, AmZewan или AmZerush? Ну, я думаю, ответ очевиден. Это два разных продукта совершенно. Тут их, как бы, сравнивать, это, ну, это абсолютно разные вещи. Это как, что лучше, кофе или чай. И то напиток, и то напиток. А AmZerush, они позиционируют его как автореспондер. То есть, они добавили на функцию трекера. Но, опять же, вы понимаете, ребята, что, как бы, важно срок нахождения продукта на рынке. То есть, как бы, AmZewan уже очень давно, и сервис только улучшается. А AmZerush, я не могу сказать, я им не пользовался. То есть, я видел, ребята пользуются, ну, возможно, неплохой продукт. Но, если брать, например, соотношение цена-качество, за 20 долларов вы не получите такой профит, например, как в AmZerush. То есть, такого количества ключей, такого, опять же, я не знаю, как в AmZerush. Если кто-то знает, может поправит. Я, например, пользовался одним трекером, там, за 5 долларов стартовый пакет был, да, ради интереса. Например, запустил его, и там было, там, 50 ключей. Но, например, если я брал два одинаковых продукта и трекал по одинаковым ключам, например, по 50 ключам, то на каждый продукт я мог поставить только 25 ключей. То есть, важно понимать, как считаются ключи. Здесь, например, если мы берем гарлик-пресс, отслеживаем по 50 ключам. Я могу добавить 10 гарлик-прессов разных, и все будут отслеживаться по 50 ключам. В некоторых продуктах я смогу на каждый продукт добавить только 5 ключей. То есть, оно считает суммарное количество ключей по всем продуктам. Даже если они одинаковые, даже не повторяются. Потом, основной плюс, который есть в AmZerush, Super URL. В AmZerush его нет. Его нигде нет такого. Да, если вы будете использовать, например, Super URL, то вам все равно придется какой-то сервис купить. А самый дешевый будет сервис, который предоставит Super URL, это AmZerush. То есть, вам придется... Ну, например, AmZerush минимальный тариф, по-моему, 50 или 40 долларов. То есть, соответственно, вы только из-за одного Super URL вынуждены будете купить себе AmZerush. В CashCore Pro тоже нет Super URL. Как бы, ну... Давай дальше переходим. Я говорю, вот этот, который за 5 долларов, это сервис, там был Super URL, но опять же... Качество разное, Super URL. Там трекер не работал вообще, в принципе. Вот. И, ну, с какой вероятностью можно делать, что там будет нормально работать Super URL. Опять же, тоже момент один. Я сначала не знал. Те, кто пользуются Super URL. Если вы создали Super URL, его ни в коем случае нельзя удалять. Если вы хотите, чтобы при переходе по этой ссылке client попадал на Amazon именно по ключу какому-то, то этот Super URL, все, вы его уже создали, и он у вас должен висеть. Их можно создать бесконечное количество множеств, ну, там, нет ограничений, вы организованы по количеству Super URL. То есть, сколько надо, только создавайте. Но их не удаляете. Если вы собираетесь ими пользоваться, вы его разместили, к примеру, на каком-то там форуме, да, или там, на своем лендинге, к примеру, там, зашили его в письмо. То есть, у вас зашел клиент, купил, письмо отправилось, и там зашит ссылка Super URL с I'm the One. Соответственно, если вы в I'm the One удалите эту ссылку, либо если у вас подписка закончится на I'm the One, у вас этот Super URL работать не будет. Поймите, что это ссылка, которая генерируется постоянно, новая. То есть, как принцип происходит. То есть, клиент попадает на I'm the One по вашей ссылке. I'm the One сервис генерирует ссылку для Амазона и, соответственно, переводит клиента на Амазон. Поэтому эта ссылка всегда должна работать. Поэтому если вы, например, отписали с I'm the One, соответственно, все свои ссылки эти поудаляйте, где вы их, например, постили, там, к сайту пришли письмо, потому что иначе клиент будет заходить и попадать просто на сайт Амазона. Ну, это не худший вариант, конечно. Так, давай по вопросам подряд пошли. Как считаете, I'm the One ключи достоверно, лучше мерчанты, какой ключ считаешь жирным? Ну, во-первых, данные один в один с мерчантом. То есть, берут они... Я говорил, что, уже отмечал, что, в принципе, нету сервисов, которые достоверно показывают количество запросов. С мерчантом один в один, по-моему. По поводу жирности 500 тысяч, я считаю, это вообще некорректно, потому что по продажам, если смотреть, у меня есть такие случаи, когда 9 миллионов запросов, продаж в среднем на первой странице 30. А, например, жалкие 15 тысяч этого же товара, другой просто запрос. Всего 15 тысяч по мерчанту, а продаж 50 или 60 или 70. Из-за этого это все относительно. Из-за этого одна... Как я уже в начале видео говорил, что не важно, сколько запросов по ключу. Важно, сколько вы продаете и продаете ли. То есть, относится ли этот ключ к вашему? Если вы, например, запрос там iPhone case какой-нибудь взять, сколько там, Денис, будет? Ну, iPhone case, я не знаю, там, наверное, 5 миллионов, может, спокойно. А продаж 120, а продаж 120 на первую. А вы продаете garlic press. Например, вы взяли, забили себе этот ключ. Ну, и, соответственно, клиент ищет, вы продвинулись на первую страницу по iPhone case, потратили кучу денег, там, продали квартиру, продвинулись на первую страницу и продается там garlic press с этим ключом. Соответственно, клиент заходит, видит ваш garlic press по ключу iPhone case 7 и не покупает. А вы думаете, блин, ну там же 5 миллионов запросов. Точно так же и тут, нужно понимать, насколько этот ключ будет релевантен, насколько готов ваш листинг для того, чтобы по этому ключу продавать. А кто-то ищет стальной garlic press, а вы продаете пластиковый. Или наоборот, кто-то ищет, например, силиконовыми ставочками, а вы ищете полностью металлический. И тоже вы не будете продаваться. Поэтому важно, как вы по этому ключу ранжируетесь, вы смотрите по трекеру и продаете ли вы по нему. Короче, каждому товару, каждому товару жирность разная. У одного товара максимально 100, минимально 100 тысяч. Можно продавать, тачки опять же разные. Кто-то продает по среднечастотным и низкочастотным, по которым легче вы едете. И продает по каждому ключу, по 2-3 продажи. А кто-то делает ставку всю на один ключ, пробивает с правдами и неправдами. То есть много всяких моментов. Цепляет 30, например, продаж. Но опять же, делайте такой вывод, что продвинуться можно по высокочетному ключу, как правило, дороже всего. И второй момент. Вас оттуда очень легко могут сбросить ваши же конкуренты, которые за этот ключ вам в горло перевезут. Поэтому не всегда, может быть, есть смысл по супер-крутым ключам лезть. Но есть тактики, различные стратегии. Самый способ простой проверить, продаете его или нет, поставьте в рекламу этот ключ и посмотрите. Если у вас конверсия 50%, и каждый второй переход у вас покупка, понятно, вам есть смысл туда двигаться на первую страницу по этому ключу, потому что вы там порвете все. А если у вас конверсия там 1% по этому ключу, а доходят там 10 миллионов ключей, вы просто будете деньги сливать и все. Так, давай дальше. Рассказывай, какой лучший использовать сервис для автореспондеров. Вначале рассказывали, сейчас еще раз повторим, в понедельник будет об этом подробный описание. Я не знаю, какой лучший, но я многих уже использовал. Мне очень нравится Zoom Master. На данный момент по функционалу, по цене, соотношению функционала, цена, количество настроек, аналитика, очень крутая аналитика. Там можно не заходить в центр, можно все посмотреть. То есть когда продан, когда отзыв, когда письмо ушло, были ли отзывы, опять же, сервис, который делает единственный в данный момент. Я не видел ни в одном сервисе, но в том самом MZrush точно такого нету. Он соотносит ваши отзывы с ордерами, с покупками. То есть вы смотрите, например, оставлен отзыв, и вы сразу можете посмотреть прямо из сервиса, кликнув на этот отзыв, он вам покажет, по какой покупке, то есть какой ордер. Вы можете перейти на ордер и посмотреть, кто у вас оставил отзыв. Зачастую отзывы оставляются под каким-то ником, а в ордерах прописаны реальные имена. Соответственно, очень трудно понять, кто же вам из покупателей оставил отзыв. Так вот, Zonmaster делает это на 100% точно, показывает вам всю аналитику, плюс ведет базу клиентов. Поэтому, если кто-то найдет сервис, предлагающий такие же, скажем так, такой же набор услуг, примерно по таким же деньгам, пишите в комментариях, мне вопрос протестируем. Возможно, есть более интересный, более, скажем так, удобный сервис. На данный момент я пока для себя вот на этом остановился. Он очень хороший за те деньги, которые мне просят. Так, следующий вопрос. Вы сможете сделать обучающий видеообзор по программе? Ну, как бы это и подразумевалось, вот это вот именно обучающий видеообзор. Да, конечно, мы будем, надеемся, запустим все-таки наш обучающий курс. Там будем, наверное, более подробно рассказывать. Денис там будет консультировать по этому вопросу. Ну, а так, я уже не знаю, куда более подробно, извините, конечно. Мне кажется, этого достаточно. Так, следующий вопрос. Вот интересно, мне понравилось. Прошу прощения. И сначала с вами есть вопрос. Как отслеживать товар? Parent Child в Amazon вам зван. Каждый товар по отдельности. Или можно Parent только отслеживать? Ну, вот я опять же рассказал тоже в начале видео. Там, когда вы добавляете продукт, есть там такой пункт, галочку. Если вы ставите галочку, то вы отслеживаете Parent. Если вы галочку снимаете, вы отслеживаете каждый Child по отдельности. Соответственно, все Child, все Асины Child добавили, сняли галочки, и каждый отдельно будет отслеживаться. Так, идем дальше. Насчет обучения. В итоге выходит, что значит лично консультации с одним коучем в месяц. Смысл какой, если по обучению возвращаться к вопросу? Идея была такая, что вот по моему опыту консультация обращается на данный момент в основном по двум темам. Это именно поиск товара. Для него я создал специально базу, которую веду, если будет интересно потом в будущем. Но я как бы об этом уже рассказывал. Вот. В любом случае веду аналитику. Надеюсь, когда за год пройдет она, будет интересно. Потому что, когда мы выбираем сейчас товар летний, мы не знаем, какие будут продажи у комплекта товара. Особенно у сезона. Вот. А доставку в Китай, ну, отдал посредников. В принципе, там работы особо никакого нет, если люди нормально работают. И второе, это именно продвижение. Вот. По времени уже сориентировались все остальное. То есть формат будет таким образом. То есть будет одна группа, которая будет заниматься обучением именно поиска товара. Вторая группа будет именно заниматься продвижением товара своего, когда человек уже везет, например, товар. И когда у человека уже товар не продается. Каким причинам? В аутовсток он вылетел. Ну, причин много. Неправильно запускался. Там, новичок. Ну, мало ли, мало ли. Разные ситуации по-разному действуют. Вот. Это две группы. Будет четыре, соответственно, на данный момент четверо человек. Дальше будет видно, потому что это в любом случае начало. Мы и команды таким образом не работали, хотя консультировали друг друга на протяжении как минимум полугода. Мы друг друга знаем. Каждый специализируется на своем. То есть в этой команде есть все. То есть все, вот, любые какие нужны вопросы, они закрываются. За это я их собирал тех людей. И есть достаточно людей, которые еще помимо нам будут помогать отдельно. Их постепенно будем вовлекать, потому что опять непонятно, сколько будет людей и так далее. А, за каждую группу будет отдельный человек отвечать, ну, то есть курировать и решать основные проблемы. А остальные консультируют. То есть получается, в неделю получается один общее собрание, то есть желательно именно по скайпу, голосам, именно по тематике. И каждую неделю одно и то же. Вопросы, ответы, что-то новости по поиску товара, поиску товара, поиску. И то есть вот это постоянное, постоянное, ежемесячное действие. Соответственно, в неделю каждый человек, чтобы просто уважал время других, ну, это вот четыре человека, он может спокойно по скайпу позвонить, набрать все вопросы. Понятное дело, что бывают разные ситуации, естественно, мы будем консультировать, и мы как бы не роботы у нас там, ну, просто в разумных пределах мы заведомо какие-то пытаемся рамки выставить. Если человек хочет там и там, и там участвовать, ну, разные люди активные, мы, соответственно, вот этот формат по 500 долларов, но на самом деле вы месяц поработали, например, в этой группе, то есть именно подписка, весь смысл в этом. Месяц поработали, подобрали себе товар, все, пока деньги не тратите, максимально эффективно. Вы, соответственно, запускаете, вы получили все контакты с посредниками, все, там, полмесяца прошло, месяц прошел, вы заплатили 300 долларов, теперь вы уже продвижением занимаетесь. То есть идея была такая, максимально-максимально эффективно вкладывать свои деньги, и, опять же, вторая тема, это именно параллельный запуск наш. То есть вы можете, во-первых, не вкладывать своих денег, вообще, ну, то есть вы можете просто посмотреть, реально это нереально, заходить, смотреть, то есть была идея такая. И второй момент, вы можете абсолютно все действия повторять за нами. То есть что мы делаем? Делаем мы ошибки, вы в любом случае с запозданием идете за нами, соответственно, вы эти ошибки не сделаете. Или вы, по крайней мере, сделаете свой вывод и сделаете по-другому, лучше. То есть, ну, это конкретный живой пример, без разговоров, вот это вот. Добивались, не добивались, обороты, сколько зарабатывали. Ну, давайте спросим, на каких машинах моды Амазона ездили, кем мы были, когда, как в школе учились, в институте учились. Все это разговоры. Без-за этого, чтобы меньше разговоров было, мы запускаем просто товар, просто делаем свою работу, мы показываем, если не трудно, те люди, которые меня знают, кому Денис помогал, ну, и другие участники, там, Валентин фотографии делал, там, например, помогал, просто напишите отзывы, да и все, если не трудно. Ну, трудно, не надо тогда. Вот, то есть здесь весь смысл в том, что просто простая работа, рутинная, обычная, без каких-то космоденег, без каких-то перезагрузок, без каких-либо, вот сейчас мы еще лучше сделаем, еще лучше, это обычная работа, мы ничего делать великолепного не будем. Никаких секретов не расскажем. Формат простой, была идея простая. Давать информацию, абсолютно всю, в свободном доступе. Просто так вы перерабатываете эту информацию с нами, мы помогаем, поясняем, я не знаю, отвечаем на вопрос, а так вы ее перерабатываете сами. Все, все по-честному. Никаких других подводных камней здесь нет. В принципе, я думаю, нет времени искать из разных источников информацию, фильтровать ее на достоверность, скажем так, работает, не работает, проверять. Тут мы делимся постоянно живым, новым опытом, потому что, то, что работало там месяц назад, сегодня, возможно, не работает. Активно работали о раздаче, отзывы за раздачей, и сейчас нет. Опять же, там, то, что работало там, в общем, описание, сейчас появился, например, расширенный бренд контент. То есть, опять же, работает он, не работает, никто не знает, он классный, да, все знают, как его настроить, но помогает он или нет. Потом, вариации, кто-то говорил, что вот добавляйте побольше вариаций, все будет круто, у вас будет увеличиваться продажи, опять же, сейчас, никто не знает, эти вариации съедают бюджет, например, тормозят ваш запуск, по итогу, проседаете вы, по всем вариациям сразу, ваш продукт проваливается, и вопрос очень спорный, стоит ли запускать вариации, например, рассудить новичку. Вопросов очень много, из-за этого... Очень много нюансов, которые именно в процессе работы возникают, если можно посмотреть, где-то у кого-то спросить, поинтересоваться. Много нестандартных ситуаций по работе с питательными, с отправкой, с Amazon Help, многие не пользуются, просто им лень пользоваться Amazon Help, они проще спросить, проконсультироваться, конкретно по их вопросу, как клеить наклейки, куда их клеить, как упаковывать коротками, как отправлять палетами, какой товар там нужно, какой не нужно, то есть много нюансов, которые просто люди не хотят в них вникать, хотят просто получить консультацию. Ну да, то есть вопрос удобный. Выбирает сам тот формат, в котором удобнее работать. Да, есть форматы, и мои предложения индивидуальны, то есть я, в принципе, пытался объяснить, потому что есть реально спрос, я огромное количество знаю, кто по пять тысяч, я думаю, все знают, за какой курс заплатили, и также бывает, точнее не бывает, а очень часто, очень много недовольных, и очень много, которые ко мне обращаются, чтобы проконсультировать, также помочь. Но потому что есть формат людей, которые реально честно планировали, что они придут, и им дадут бизнес под ключ. И таких, кто это обучает, много. Ну, мы тоже можем это в принципе предложить, никаких проблем в этом нет, но я просто на это упор не делаю. Я упор делаю на обычную, рутинную, качественную работу, которая будет поддержкой именно меня, Дениса, Евгения, и, например, Валентина. Никаких помощников не будет на данный момент. Когда эти помощники будут входить, опять же, это под мою ответственность, я буду именно квалифицированных, и буду их представлять, и они будут сначала показывать свои знания, а потом уже, так скажем, обучать. Вот. А они серых личностей, непонятно, что привлекает один человек, а учит, консультирует другие. Ну, то есть формат был именно задуман такой. Так, ладно, пойдем дальше. Amze Oval пока не планируется, то есть еще раз повторю, что мы планируем. Amze One мы для аналитики сделали, Keyword Inspector для аналитики, я считаю, будет в четверг. Если все будет хорошо, мы будем с Денисом помогать, и мы уже человека наш, ну, знаем очень хорошо, человек, он нам обещал, мне обещал, что не подведет, и расскажет. Надеюсь, Keyword Inspector будет полностью разобран, и для чего он нужен, и как он нужен, как его максимально эффективно использовать с минимальными затратами. Следующий, это будет у нас как раз автореспондер, Денис будет как раз его рассказывать, и как получится, в четверг постараемся в следующий, это Helium. То есть вот пока на данный момент план, разборка четырех вот этих программ, которые я считаю очень важны, потому что это SEO, это Keyword, это Title, это вся вот эта аналитика, она, ну, для запуска, ну, просто необходима. И я честно могу сказать, в курсе я буду использовать это именно как учебное пособие, а потом просто дополнять, до, может, что-то забыли, или что-то человек не понял. Вот, потому что это все время, мы продать можем только свое время, знания мы и так все здесь выдаем, просто, ну, невозможно все учесть, можно что-то забыть, и что-то поменять. То есть вот так, будет следующее, естественно, будем двигаться дальше, будут другие программы, мне вот сегодня несколько программ таких предлагали, я человеку вам написал, что если есть какие-то сервисы, да, давайте созвонимся, расскажете, и пожалуйста, или в лайве, может быть, там, я не знаю, перефиралки. Периодически выходят разработчики, так предлагают какие-то, но зачастую это просто обычные копии, там, каких-то продуктов, без каких-либо улучшений, там, скажем так, да, возможно, иногда там чуть подешевле, но опять же, мы эти сервисы пропускаем через себя, тестируем, смотрим, то есть я, например, как живой продавец, мне важно хорошее соотношение цена-качество, чтобы я получил необходимый сервис, без лагов, без глюков, без каких-то там зависаний, да, уже отработан и проверенный, правильно? Именно в этом есть мысль. Да, предлагают автореспондеры, я говорю, ну, а чем ваш автореспондер лучше, чем зонмастер? Я ему сбрасываю, вот изучи зонмастер, посмотри, если ты ему сможешь предложить вот что-то лучше, да, при тех же самых опциях, я ему сказал, на что вы брать внимание, тогда обращайся, ну, просто предложить мне второй фидбэк Genius, например, или еще что-то, да, за сумасшедшие деньги, ну, спасибо, как бы неинтересно. Майзол хороший продукт, интересные там ребята, программисты, но они его постоянно дорабатывают, улучшают. Они сейчас вроде бы запустили платную версию, возможно, будут какие-то вебинары снимать. И опять же, обратятся к нам, обратятся пообщались. Я не разобрался, да, я не разобрался с этим продуктом, он для меня очень-очень достаточно сложный. Там много интересных таких нишевых фишек всяких, но опять же, они не на поверхности, то есть, это такой продукт, скажем так, артхаусный, да, то есть, для ценителей. Возможно, там он интересный, но сложный, для новичка он сложный. Ну да, каждый двигается по-разному, а у них, я с самого начала узнал этот продукт, наверное, где-то в июле, мне Владимир его сказал, или в июле, или в августе. Вот, то есть, прошло уже 7 месяцев, мы еще тогда, я хотел с разработчиком пообщаться, но получилась такая ситуация, что, как бы, я продавец, я продавец, им бы надо бы, наверное, опыта взять и спросить у нормального, обычного продавца, что мне надо. Ну, я как бы инициативу проявил, мне сказали, ну вот тебе скайп, хочешь звони. Я подумал, что, наверное, ну, как бы, мне не очень это надо, программ достаточно, и забот своих полнородов. То есть, из-за этого... Есть очень много классных программ, например, аналитика, которая будет, ваши затраты по PPC оценивать, там, склады ваши отслеживать, но, опять же, там, это сумасшедшие, мощные продукты, которые... не до нас. Бизнес, бренд, много продуктов, и вы хотите это более или менее один контролировать, ну, хотя бы свою команду контролировать, какие-то ключевые показатели, то есть, такой менеджмент вести, именно операционный, тогда, да, это нужно, но, опять же, мы понимаем, что большинство, это новички, для них хотя бы элементарные вопросы закрывать, опять же, они не готовы платить там по 200, по 300 долларов за сервис. Для оборотов такого нет просто. Да, да, поэтому тут мы понимаем, что нужно все равно быть оптимальным. Давай двигаться дальше. Сколько по времени происходит обучение, одного месяца хватит, не хватит. Я могу сразу однозначно сказать, что посмотреть информацию, да, а дальше, потом, скажем так, либо самостоятельное изучение, либо в команде. Я, например, эту тему для себя открыл там в апреле, вот, а запустился только в августе успешно. А я в январе, в июле запустил. То есть, то есть, как бы, опять же, я, например, очень медленно все это делал. Я много информации сам читал, анализировал, сравнивал, там, как бы, сервисы тестировал. Опять же, я хотел сразу все запустить. И сайт, и серо, и продвижение в соцсетях. Опять же, как бы, все изучал, то есть, как бы, был бы у меня наставник, который подсказал бы, где что. Это было бы быстрее. Это было бы намного проще и быстрее, да. Некоторые вещи я просто делал зря. То есть, на данном этапе, они не нужны были. То есть, их можно было бы сделать позже. То есть, возможно, да, классные вещи, интересные, хорошие, но я просто потратил время, а это время мог бы потратить на ресерч, там, на запуск новых продуктов. Особенно это касается тех же фотографий. Очень сложно человеку нормальному со стороны понять, какие фотографии классные, какие нет. Вот реально, это вообще бешеная проблема. Я сколько человек продвигал, это было, я не знаю, процентов 10, у кого нормальные фотографии. У остальных, они просто неправильные. В принципе. Есть хороший фотограф, а есть именно специалисты, которые в предметной съемке. Есть специалисты в фуд-съемке, например, которые хорошо снимают еду. Есть специалисты, которые хорошо снимают в динамике вещи какие-то, Специфика, очень большая специфика Да, и еще есть один момент Люди, которые понимают, что будет именно продавать То есть фотка красивая, высокохудожественная Но она должна продавать в первую очередь А не быть просто красивой Короче, в идеале Профессиональный фотограф и продавец на Амазоне Одновременно, вот у нас такое есть Просто человеком я познакомился именно как с продавцом А потом оказалось, что он именно денег зарабатывает Ну ладно, я хотел здесь Дорассказать, вот здесь разговор Насчет обучения, 16 тысяч Да, получается в неделю Четыре консультации без проблем Соответственно, одна общая И одна общая именно с нами По обсуждению товара Если вы покупаете там расширенный пакет Соответственно, у вас три общих Мы их сейчас раскидывать будем И четыре личных Ну то есть, мне кажется, это вышкрыт Так, сейчас я тут еще смотрю А, про мою базу товаров Ну база товаров, что это такое? Я обычный продавец С спецификой аналитики Вот, я понимаю, какие инструменты есть, какие нет Например, самый главный для меня пример И почему очень многие ошибаются Я в том числе ошибся То, что когда мы выбираем товар Мы всегда отстаем как минимум на два месяца Как правило, а расстояние от ресерча до конкретного запуска Ну как правило, полтора-два месяца При хорошем раскладе Вот, и мы, соответственно, всегда продажи смотрим Например, вот в феврале А продавать будем в апреле Плюс сейчас еще межсезонье И этих данных нет вообще То есть, данных, которые будут продать Продажи этого товара в апреле Их нет Просто не существует Вообще нет ни одного сервиса Кроме Битл Кит Который, насколько я помню По-моему, за тысячу долларов в месяц Дает такую базу данных За там всю историю За сколько лет Но это опять Он дает месяц, чтобы это начали копать А это Ну я лично копал три месяца В ручном режиме И для чего я создал эту базу Просто я прошел по всем Знающим, что я знал Это Аналитика eBay То есть, все ключевики Все там хиты продаж Это Топ релиз Амазона Это Бестселлеры Амазона То есть, и все департаменты до одного Вот по шагу, поштучно Каждый проходил каждый запрос И проверял, как он продается Потом, соответственно, его сверял с мерченвордом Правильный запрос этого Правильность И, соответственно, набирал эту базу То есть, на данный момент у меня где-то около 600 Да даже больше, наверное Может 700 запросов ключевых С аналитикой мерченворда Запросов И, соответственно, вот сейчас на момент у меня 4 месяца Аналитики продаж среди на первой странице Да, есть, которые дублируются Есть, которые там То есть, я их постоянно корректирую, добавляю Опять же, опыт набирается Какие-то новые появляются Вот И для чего это все сделано? Для того, чтобы, в принципе, понять, что на Амазоне продается И когда вы видите Сразу за, например, 2-3 часа вы пробежите И увидите, я не знаю Ну, пускай, конечно, я не все взял Но вы увидите большую долю То есть, вот сами представьте 500, например, запросов За час, за два У вас уже сложится мнение, что на Амазоне продается В принципе И что какие-то товары, о которых вы даже не думали Они классно там продаются Плюс, я надеюсь, естественно, когда я год прогоню Мы сможем, например, в феврале уже представлять Как этот товар будет продаваться Особенно более-менее сезонный, с сезонным уклоном В апреле Это, я считаю, вообще такая серьезная ценность Но на данный момент пока 4 месяца То есть, лето пройдет И у меня уже сентябрьские, октябрьские продажи уже есть Вот, то есть, вот идея такая Ну, я даю, да, доступ, грубо говоря То есть, людям То есть, это лично я, который в ручном режиме все это делает Вот Для себя я это все делал Но, конечно, в итоге это пригодилось мне Пускай там не обучение, в консультациях, по крайней мере И особенно начинающим людям Чтобы вот это лазить Даже алгоритм Амазона разобраться Как там все это работает Это, ну, мне кажется, хорошая вещь Идем дальше Так, это происходит месяц хватит Ну, месяц хватит на выбор товара однозначно На продвижение товара однозначно хватает То есть, у меня на данный момент Кто консультируется, чаще всего 2 месяца как раз Ну, если на разных стадиях Если продвижение, то месяц Если потом возвращаемся товар Вот очень многим, ну, не знаю, может быть, устраивает, не устраивает То есть, продвинули товар Реанимировали его каким-то образом Но потом ко мне многие обращаются повторно Или с продвижением, или с выбором товара Ну, такая история Из-за этого, как бы, я так сказал, ребят, мы взяли большую работу Думаю, ха, программа по обучению, был бы новичком Ну, вот, то есть, в любом случае, то есть, сами видите, вы можете Ну, да, фотограф есть, то есть, без проблем могу посоветовать То есть, ну, мы, как бы, я уже рассказывал Если честно, человек, единственная одна проблема, которую я советую Человек, фотографии, он хочет продавать на Амазоне И он каждый раз, без большого оптимизма, занимается фотографией Потому что у него, как бы, это, желание, желание, в первую очередь, продавать на Амазоне Из-за этого я и говорю, то есть, ценность вот в этом Фотографов, на самом деле, очень много Многие рекламируются, ко мне обращаются Я им всем говорю, пишите свой портфолио, пожалуйста, в группе Это реальная помощь Те, кто рекламирует тупо какие-то сервисы Я всех баню, ну, просто я не вижу смысла в группу превращать в Как это называется, за 100 объявлений Вот, какие-то вещи, кого я знаю лично Кто ко мне обращается Если это действительно сервис помогает То я без проблем Потому что я никогда ни копейки денег ни с какой рекламы не беру Вот, не вижу в этом смысла Но я одновременно не хочу, чтобы люди непонятные, неизвестные мне рекламировали А потом все равно нам не это отразится Вот, что еще? Если есть вопросы, задавайте Потому что уже Может быть, уже устали? Я думаю, достаточно информации, два часа вот уже Да Да, давайте тогда пять минут Денис, кидай тогда ссылку на этот Анзуван Я сейчас тоже найду ее где-нибудь У меня ссылка, в принципе, лежит У меня она лежит в таблице Вот здесь вот Кстати, таблицы инструментов тоже пользуйтесь Это Я их собрал Вот эту таблицу инструментов Собрал со всех курсов, какие только есть Вот, если честно И еще и отсеял в ручном режиме То есть здесь, блин, практически есть все, мне кажется Ну, конечно, в любом случае все изменяется Что-то улучшается, ухудшается То есть вот Анзувановская моя ссылка Сейчас тоже скину Выбирайте, через какую ссылку хотите Без проблем Так, ссылка, ссылка Ну вот ссылка То есть вы получите просто тариф, который более Более жирный, чем тот, который мы платим Скидку они нам не предоставили Но они дали нам вот такой вот вариант Да, вам званая оплата помещена От 20 долларов Как узнать? Узнаем Это будет занятие как раз в четверг Ну, не знаю, занятие Интенсив, вебинар, лайф Как только не называют это Весь смысл всего этого дела Это именно интерактив Это будет Keyword Inspector Вот Keyword Inspector как раз покажет Все ключи конкурентов Единственное, у нас такая Пока нет такой возможности Генерировать наши еще ключи Да, Денис? Вот, еще бы Ну, у нас есть Мы здесь вставляем ключи, которые мы знаем А был бы круто сервис Который мы воткнули в свой товар И он нам показал На каких страницах Все наши ключи Амазон парсят нас Это вообще бы кайф был Таких сервисов, я думаю Ну, у них практически Необходимо все особо нет Ну, в любом случае Это был бы Асин Инспектор Просто каким образом Ну, я, например Ну, это опять же Сергей расскажет Я, например Не до конца его, скажем так, изучил То есть я не сильно с ним подружился То есть я пока использую Асин Инспектор Ой, Асин говорил Keyword Keyword инспектор Использую сугубо для того Чтобы посмотреть По каким ключам Аранжируются конкуренты То есть он как? Он берет, например Каждый день Парсит ключи По которым аранжируются конкуренты Единственное, я не могу понять То есть Именно в этот день По этим ключам Скажем так Происходили Покупки, продажи Либо какое-то движение Там, изменения Возможно, он смотрит, например Ключ И по которому Он в течение дня Например, активно двигался Может быть, да Там, наиболее активно И берет его базу Я не знаю Только разработчики Могут пояснить Каким он образом Это выдергивает Но я знаю Что я свой продукт Например, забивал И пытался его продать Keyword инспектором Половины ключей Моих активных По которым я Там В хороших позициях Он не показал Но потом постепенно Начал их подтягивать Вот с чем это связано Ну он реально подтягивает Постепенно Я не могу сказать Это точно Действует отчет То есть ты отчет Например, загрузил Важный момент Да Кто может быть Пользовался Там месяц Этот отчет доступен То есть ты его можешь Скачивать Смотреть Там целый месяц А потом Опять надо будет Заплатить три кредита Чтобы опять Сгенерировать этот отчет Так вот Этот отчет Вы сгенерировали И вы в течение месяца Заходите Смотрите То есть в конце месяца В середине Сколько это стоит Вот эти вот три Нужно заходить Эти три кредита Получается Вы оплатили И в течение месяца Нужно информацию О стоимости Стоимость там Какая не помнишь Ну там Разные варианты есть Там есть вариант Например, по подписке Тебе начисляются Каждый месяц кредиты То есть ты подписываешься Например, отправишь Тан%, 20 баксов в месяц Или 10 баксов в месяц И те начисляются кредиты И там они Есть сгораемые И есть несгораемые То есть Например, сгораемые Они дешевые То есть там получаются Но ты их должен израсходовать в течение месяца. Если ты не израсходовал, они пропали. Но они зато дешевые. То есть там принцип такой, что ты понимаешь, что ты хочешь, например, про парсию 10 товаров. Кейверт инспектор крутые, короче. Я им написал, они даже не ответили мне по поводу этого. Да, ты понимаешь, например, сколько тебе нужно потратить кредитов и просто выбираешь тот тариф, который тебе лучше. Сразу купить тебе, например, определенное количество кредитов или подписаться, чтобы каждый месяц начислялись. Опять же, кто-то делает эту услугу, например, подбирает ключи. Соответственно, он, может быть, включил подписку, ему каждый месяц начисляется по 100 кредитов. И он ребятам делает услуги, соответственно, на этом зарабатывает. Вот такой, скажем так, бизнес-аккаунт. А кто-то разово, например, купил себе, например, 50 кредитов или 20 кредитов. Прогнал их, заплатил чуть дороже. Ну все, зато потом к нему не возвращается. Например, кто-то этот ресурс использует для трекинга. То есть смотрит вообще, как ситуация, как лисинг меняется. То есть добавляются какие-то ключи. не добавляется. Кто-то на нем зависает, ну, вместо того, говоря, имзеват использует. Но это высший пилотаж. Надо вообще понять, в принципе, как он работает хотя бы. Даже у меня такое ощущение складывается иногда, что человек, который понимает, ну, как бы, как он работает, все равно может не до конца запоминать. Ему кажется, что он понял. До конца понимает только разработчик, кто-то написал код этого приложения. Поэтому, кому что нравится, именно для трекинга, для себя я выбрал наиболее удобный организовал. Опять же, по генерации ключей, ну, толку, что вам, например, выдаст ключи конкурентов. Опять же, я говорю, то есть вы спартили ключи конкурентов, по которым он рекламируется. Там есть, например, в Кеймвордном спектре, можно вытянуть ключи, по которым именно рекламируется. Там отдельный запрос, то есть по каким ключам твой конкурент рекламируется. Опять же, ты сдернул эти ключи, но опять же, кто по ним рекламируется, но продает ли он по ним. То есть будешь ли ты по этим ключам продавать, это вообще не показатель. То есть, возможно, там раскрученный бренд, который все знают, и все его ищут, и как только его видят, этот бренд узнают и сразу же покупают, независимо от того, по какому ключу нашли. Поэтому тут важно, это все, конечно, удобно, интересно, как бы экономить время, но это не помогает продавать. То есть для того, чтобы продавать, нужно искать именно те ключи, которые продают. А самый лучший способ, говорю, это реклама. То есть если вы уверены на 100% ключи, ставите его на фразовое соответствие, запустили, недельку покрутили, если по нему продажи есть, ну, хорош ключ, все классно, по нему стоит ранжироваться. Если по нему продаж нету, да хоть вы там что хотите, делайте, ну, то есть клиенты видят ваш товар по этому ключу. На первых страницах, красиво, все в рекламной ссылке, но не покупают. То есть от того, что вы туда продвинетесь по органике, ничего не изменится. Вот и все. Все ясно. По поводу обучения. Вопрос, когда мы начинаем обучение. Ну, сейчас на данный момент мы как бы анонсировали. То есть посмотрим, какой спрос, обращаясь в личку. Я думаю, какое-то минимальное количество наберем там. Надо, можно спокойно запустить, потому что для нас, в первую очередь, здесь именно смысл запуска, чтобы начать. Так что, если интересно, можно пообщаться. Обращайтесь ко мне, к Денису, непринципиально. То есть в любом случае мы сейчас определяемся вообще по спросу. В принципе, если будет спрос, нормальный, то есть на такой формат обучения, почему нет? Потому что по консультациям. Это если только всех тех, кого я консультирую, перекинуть туда, тогда, в принципе, уже достаточно будет. Но хотелось бы реально с нуля как бы начать и этим нормально заняться. Фотографы я скину, потом сюда найду, как в группу скину. Вот. Так что, в принципе, никаких секретов нет. Это с нуля, просто с коленки. Долго к этому шли, набирали, определяли формат, выбирали. Основной момент, скажем так, основной мотив был то, что мы так или иначе этим занимаемся постоянно. И, скажем так, люди обращаются одно и то же рассказывать постоянно разным людям. Смысла нету. То есть, если есть в этом потребность, если есть в этом необходимость, намного проще это делать в группе. Систематизированно. Вот и все. То есть, это не появилось там спонтанно. Это вот именно такая насущная необходимость. Я сейчас документ скину сюда, в группу. То есть, этот самый файл. Вот. В любом случае, то есть, можно посмотреть. Какие-то вопросы будут, я говорю, всегда обращаюсь в личку, это не проблема. Сейчас я документ скину. Как он там скидывается? Добавить файл. Сейчас добавлю файл. В любом случае, чтобы не видео смотреть, например, PowerPoint. Кстати, первый раз в жизни сделал презентацию. Так, это у нас, это видео. Это все не то. Формат. Амазонская будет Amazon. Что такое? обучение. Вот, я скину в группу, в любом случае, кому будет интересно, посмотрите еще раз. Вот, здесь видео, в начале видео, мы как бы про это рассказывали, я на YouTube выложу отдельный ролик по этому поводу, чтобы они, глаза не мозолились. Вот, еще вопрос есть, сколько стоит обучение? Обучение ежемесячное, пакет 300 долларов, 500 долларов. Вот, ну, я думаю, самое популярное будет 300 долларов, просто смысл распыляться, никакого нет. Записи есть всегда, они есть в группе, они есть в Facebook, на Facebook странице лайвов, там все лайвы до одного, и на YouTube-канале, так что все есть. Да, это не проблема, то есть, все вот эти вещи есть в записи, конечно, тем более бывает, интернет нас подводит, как бы, запись будет нормально. Так, два часа мы отработали, думаю, пора заканчивать. Какие будут вопросы, пишите под этим видео, мы постараемся ответить, или пишите, звоните в личку, то есть, я скайп даю не для того, чтобы там что-то как-то, а просто мне проще разговаривать, чем писать. Времени на писанину нет, люблю общаться вживую, вот, мне кажется, это проще и быстрее. Так что, вот так вот. Да, всем спасибо присутствующим. Да, кто был, в любом случае, спасибо, потому что сеть лайва хотелось бы вести для того, чтобы мы ими начались. Потому что, если без общения, мне проще записать записать видос и его скидывать. И за это я в Ютубе перестал практически записывать видео, а именно для того, чтобы мы общались. К сожалению, не получается голосом, но может быть что-нибудь изменится, я бы с удовольствием со всеми голосом общался бы. В принципе, на все вопросы вроде ответили, а что, еще раз говорю, пишите, будем потихонечку их подбивать. Если у кого-то по МЗ-Ван какие-то сложности будут возникать именно при рейхстрате, там не перевели или что-то, вы можете в личку писать, в принципе, с разработчиком свяжемся, там откорректируем. В четверг, еще раз, Keyword Inspector, так что, готовьтесь, готовьте вопросы, если у кого они есть. Я думаю, все будет не менее интересно. Всем удачи, всем пока. До свидания. Продолжение следует...